я джеймс ринг и я супер солдат я был в тайной космической программе ткп 330 лет я не выгляжу таким старым потому что я участвовал в нескольких программах 20 лет туда и обратно и некоторые из них были вовсе не ткп не все были позвольте мне начать эту презентацию здесь есть йохан фриц он собирается поделиться своим опытом и знаниями справочной информацией о тайной космической программе йохан провел два 20-летних периода у него гораздо больше воспоминаний чем у меня так что его информация чрезвычайно цена для этого сообщества раскрытие информации и я также хочу отдать должное джейсон урайсу потому что часть информации использованы в этой презентации powerpoint была основана на его исследование а также тони родригеса а потом есть много других я могу продолжать и продолжать алана она очень помогла с технологией медицинской кровати я хочу сказать ей спасибо за это и пенни брэдли за ее службу и так эта презентация сегодня будет введение в тайную космическую программу и мы собираемся войти в нее вернуться в историю того как все это началось а затем во второй половине мы собираемся обсудить некоторые из моих опытов в тпк в третьей секции у йохана будет возможность выступить давайте посмотрим проект омега я предполагаю что большинство людей знают о каббале да у нас есть конечно банкиры у нас есть иезуиты на вершине пирамиды черного дворянства и у нас есть хазары и у меня много друзей евреев но хазары они не друзья в любом случае я думаю что мне придется пропустить эту тему но большевики конечно были созданы банкирами и троцким а также ротшильдом который финансировал большевистскую революцию поэтому мы знаем что коммунизм и все эти измы финансировали банкиры чтобы контролировать и господствовать над населением и так из всего этого появилась другая альтернативная версия в ответ и мы знаем о третьем рейхе да это конечно оригинальный сс и так у нас есть гитлер и все они и остальное персонал так что мы знаем это по крайней мере по историческим записям из источников израиля что самыми первыми и это не нацистская партия были в контакте с нордиками и драка и другими инопланетными контактами и мы собираемся коснуться кое-чего из этого немного но эта расистская политика поощрялась этими контактами нордиков и драка как и генрихом гиммлером он был тем кто был вовлечен в окончательное решение интернирование евреев но внутри этого была еще одна группа аппарат который не обязательно был даже расистским они хотели создать что-то вроде супер человека или возвысить человечество так что сначала были благие намерения но многие из них стали чрезвычайно коррумпированы так что мы все знаем что все это имело неприятные последствия и очевидно что германия проиграла вторую мировую войну так что изначально кабала вызвала гиперинфляцию в республике еще в 1920 годов в этот период банкиры скупали немецкие сельхозугодия изгнали немцев с их земель поэтому немцы обвинили евреев еврейских банкиров в том что они морили людей голодом а затем нацисты воспользовались возможностью захватить их земли и их активы и их ресурсы тех кого они считают еврейскими банкирами так что вы знаете это на мой взгляд обе стороны были виновны это совсем не то что нам говорят в книгах по истории четвертый рейх и так после второй мировой войны эти нацисты были собраны в проекте скрепка кабала правительство привезли их в область 51 например но большинство из них прибыли с базы 211 в антарктиде а затем пятый рейх будет третьим рейхом нацистов поселившихся в антарктиде а затем в космических колониях на протяжении всего времени так что они инопланетники большинство из них поэтому они не считают себя нацистами но скорее что сами они больше принадлежат к тектоническому ночному ордену который использовался христианами во время крестовых походов и они считали себя защитниками не знаю и не уверен чего но я думаю они защищают свою расу полагаю они предпочитают быть известными как немцы и иметь свою отколовшуюся цивилизацию поэтому они не хотят чтобы их называли нацистами даже если они могут использовать свастику и железные кресты и что-то из их униформы и так начнем туля в рил так что это настоящие девочки такие как мария аршич мария аршич будет получать ченнелинговые послания от нардиков и инопланетян драка для тайного общества туля в уединенной хижине в лесных холмах в альпах так что они учили людей через эти каналы связи сначала с этими нордиками а потом с драка очень продвинутые технологиям и им придется привлечь инженеров чтобы перепроектировать это и посредством этих технологий они заселили марс в 1940-х годах с помощью технологии временной петли йохан ты хочешь сказать какой-нибудь комментарий об этих настоящих девушках йохан да на самом деле использовался термин который называли алмазом в рил и по сути было 5 женщин все известные экстрасенсы в австрии в конце концов они добрались до района альп о котором вы говорите и когда они начали ченнелинг этого материала язык на котором они вели ченнелинг никто там не знал на самом деле это был очень специфический диалект вавилонского языка происходящего из города ур который и многие люди кто смотрел серии древних пришельцев знают что место власти для анархии а это означает что очевидно тут есть связь и причина по которой они знали что это вавилонский заключалась в том что они взяли некоторые из этих документов из ченнелинга эти коробки с документами ченнелинга передали профессору во франкфурте и он по сути перевел их и у них оказались полярные координаты с точными минутами один из инженеров посмотрел на это и сказал что это на самом деле рисунок и вдруг начали рисовать схемы и вот тогда все технические чертежи технические данные дали то как построить это все это начало появляться из этих документов таким вот образом специфичек им я думаю планета на которую драка и в частности нордики просят нас отправиться или просят настоящие властители эта планета в системе альдебарана и которые они в конечном итоге и направились и так в чем же тут дело в ченнелинговом контакте или же они просто отправились во внутреннюю землю это была группа которая отвечала за сбор технологий есть вероятность этого я не видел никакой документации не слышал ничего об этом но есть большая вероятность я имею в виду мы знаем что они искали изо всех сил все что было внеземным так что за всем что имело бы неземное применение они бы пошли так что да это вероятно хорошо так что мы уже коснулись этого немножко так что углубимся в это еще немного мы знаем что инопланетяне нордики считают себя очень красивыми они не идиоты телепатические светловолосые гуманоиды так что они бы они наверняка установили если бы они были на планете земля они бы смешались прямо с и но эти конкретные нордики продвигали российские философии и вот где они также участвовали бы в оргиях с некоторыми из верхнего уровня менеджмента так что они все были просто в восторге от этих нордиков но есть и альтернативная реальность где нордики потеряли интерес в глазах нацистов и они связались не с нацистами а с евреями и другими расами и они также не нападали на советский союз так что в той реальности они победили во второй мировой войне но в начале 1920-х годов один из членов дитрих экхард пригласил адольфа гитлера на эти черные сеансы магии и он был выбран и они в основном выбрали его следующим антихристом этими негативными инопланетянами поэтому они участвуют в этом ритуале черной магии альтернативная земля параллельная земля мы знаем что они не реализовали окончательное решение и так они также побуждают другие страны присоединиться к державам оси путем предложения им технологии которую кабала подавляла для того чтобы они могли отправиться в этот другой мир эти другие страны страны третьего мира говорят и мы дадим вам бесплатную энергию телепортацию просто придите и будьте лояльны к нам придерживайтесь нашей политики и принципов так что это быстро распространилась по всему миру и большинство людей там живут в особняках минимальная заработная плата составляет 40 долларов в час в эквиваленте конечно они используют марки еда дешевая и в изобилии там у людей там межрасовые браки не разрешены если только вы не хотите жить в концлагере поэтому они еще этого не поняли до них еще не дошло они взорвали памятник вашингтону и заменили его 50-метровой высоты колонной вращающегося орла ну и и конечно соединенные штаты разделились на востоке немцы и половину что на западном побережье контролировали японцы поэтому есть целая история обо всем этом и я говорил это на моем шоу человек в высоком замке но они не поняли этого что там есть лагеря что лагеря существуют но не концентрационные но в любом случае о да здесь хорошо все в порядке замечательно и мы займемся этим хорошо а ты иди возьми прямо там машины всего за 5000 долларов они дешевые и в изобилии бесплатная энергия в основном бесплатная энергия я имею в виду есть батарея на 5000 50 тысяч миль тесла все еще жив они дали ему неограниченный бюджет а гитлер также стал заботиться о многих негативных планетарных корпорациях избавившись от монарха хорошо вернемся к этой реальности в 2022 году туля и врил соединились и создали этот корабль джем и так эта технология испытывалась в течение двух лет вы хотите прокомментировать этот вращающийся ртутный двигатель да это были импульсные технологии в джем все верно и в нем используется тут которая фактически находится вне полости когда она попадает в полость то создает смесь антигравита c и эффекта электрического разряда эффекта коронного разряда вокруг судна и что происходит так это электрический эффект начинает проявляться корабль фактически поднимается над землей зависает зависает на месте на минуту и проблема с которой они столкнулись когда они тестировали это оригинальный дизайн кто-то нашел видео где они тестируют одно из этих суден и она фактически взорвала все боеприпасы в оружейный прямо вокруг посадочной площадки что привело до даже когда они отправились в космос с этими ранее кораблями другим инопланетянам было жаль их потому что эта штука была настолько токсичной и они действительно работали чтобы помочь им тридцать шестой год программа продвигается вместе с режимом кораблей типа блюдца и так это настоящий ханабу корабль андромедагера я наверное не прав утверждая что это был один из их материнских кораблей и я думаю этот корабль здесь достигал 139 метров в длину так что да они действительно двигались хорошо вот и колокол с двигателем в 90 тысячах оборотов в минуту мы уже говорили это и она тоже использовалась для путешествий во времени могу я сделать замечание об этом очень быстро уверен на этом колоколе одна из вещей которая обсуждалась если вы посмотрите на символы вокруг нижнего края этого изображения изображенные там символы мы полагаем это вероятно корабль который разбился в коксбурге штат пенсильвания шестидесятых годах точно такая же конфигурация точно такого же типа символов и очень вероятно что это вернувшийся корабль и насколько я понимаю из того многие люди сказали мне это судно было доставлено обратно в ангар военно-воздушной базы райт-паттерсон ангар 18 чтобы по существу его реконструировали хорошо вот это просто бомба тот же рисунок материнский корабль а теперь тут говорится что его ширина 300 метров он мог нести экипаж из 200 человек так что полет начался 8 декабря 1942 года судно в форме сигары хранилась в ангаре для цепелинов недалеко от берлина так что это могла быть миссия протяженностью в три года так что они выступили в сорок втором году и к сорок пятому году они были очень близки к основанию собственной лунной базы я думаю ее не было или было погодите тридцать седьмой год да это от тридцать седьмого до сорокового года эта история теперь и область 51 так что вот где было много нацистов из операции скрепка вот у нас есть лунная база и так это примерно тридцать седьмой год если я не ошибаюсь нацистские лидеры они связались с драка так что в это время луна уже была занята многими разными расами территория уже востребована так что для того чтобы нацисты получили доступ к территории они должны были заключить сделку и черт возьми у них была база в кратере жуля верно площадью 20 акров территория была сдана в аренду и вот еще один рисунок я уже говорил я хочу отдать должное художнику и я не знаю кто это нарисовал но спасибо тому кто это сделал и так это некоторые из этих драка да они довольно большие и могут выглядеть довольно устрашающе и эти парни были виновны можно частично обвинить в том что вызвали падение атлантиды и так они хотели заключить сделки с разными расами и манипулировали обеими сторонами в войнах которые и создавали а затем целью их было чтобы другие виды убивали друг друга а затем они приходят и завоевывают поэтому они преследовали гнусные цели впрочем по моему мнению у них всегда были альтернативные мотивы так что ты прав когда дело доходит до лемурии атлантиды в том что касается войны война между лирой и драка была 2 миллиона лет назад драка победили лири они потерпели поражение ну по сути лири они были вынуждены сдаться в конце у них были 5 или 10 планет колонии они были вынуждены позволить драка выставить там аппарат военной разведки подслушивать их видеть что они делают они сказали если вы когда-нибудь восстанете мы стерем вас с лица мира и они также просили чтобы любой кто был вовлечен в ту войну или любой сбежавший лирианин должен предстать перед судом и казнены и эти ребята сбежали на плеяды тогда а потом в конце концов пришли сюда отсюда и возникла лемурия атлантида и когда драка узнали об этом они пришли в федерацию и сказали посмотрите у вас есть эта группа людей которые там влияют на местных жителей пытаясь торговать с ними и прочее и это кстати в первую очередь атлантида две причины по которым эти две колонии разделились и почему о лемурии никто не говорит тогда как об атлантиде говорят все и по сути вот что произошло федерация заявила что вы не можете влиять на развитие не космической расы и они практически стерли обе колонии с лица земли и сказали драка что это было сделано теперь мы знаем что в некоторых религиях есть примеры этих светловолосых голубоглазых блондинов которые выходят из воды влияют на некоторые группы например майя ацтеков египтян вавилонян аккадских шумеров и есть предположение что это были часть выживших из атлантиды лемурии которые на самом деле помогали местным жителям технологически помогали развитию общества и так далее да спасибо большое пока ты говорил я смотрел на этот рисунок я заметил что они вроде как артефакты здесь в этом кратере было бы любопытно спуститься туда и увидеть что там внизу и некоторые из этих сооружений на луне огромны потому что обитатели некоторых из этих построек были гиганты высотой 50 метров некоторые из них и я так думаю что когда они немцы начали исследовать некоторые из этих руин им пришлось достать лестницы чтобы подняться наверх стульев и столов чтобы смотреть на компьютеры и так далее я не знаю ты что-нибудь знаешь об этом йохан о гигантах технологии которая использовалась была группа которую я думаю некоторые люди назвали бы представителями расы древних строителей и по сути они уже построили колонии в нашей солнечной системе включая то что раньше было молдиком или темат как бы вы назвали эту планету между юпитером и марсом это пояс астероидов теперь так что две раз и на самом деле жили там одна это то что мы называли группа сбежавшая в антарктиду изначально имела удлиненные головы и это было это более высокая раса которая была похожа на то о чем вы говорите от 25 до 50 метров высотой люди которые на самом деле были очень хороши в развитии того что они называют интуитивной технологией и вот откуда эти стеклянные купола которые находятся на луне на самом деле происходят от этих ребят интересно и поэтому приодомиты некоторые из них более мелкие с удлиненными черепами и они я уже упоминал об этом ранее есть в ватикане они создают это они сейчас в стазисе но они создают тела аватаров и они захватывают определенные банковские дома и ватикан а также они каннибалы так что некоторые из так называемых элит они не люди которые правят этой планетой но в любом случае давайте вернемся к теме здесь мы собираемся в новый швабэнланд швабию и базу 211 так что да прямо перед войной нацисты строили свои ценные владения в антарктиде создание этой базы завершилась к 1938 году они начали заселять ее к 1940 году здесь проживало 300 тысяч человек и их обслуживали подводные лодки они использовали геотермальную энергию а затем бесплатную энергию для питания заводов и так драка были также заинтересованы потому что там было много древних руин антарктида раньше была атлантическим форпостом и была тропической тогда вся планета была тропической и прямо перед потопом и разрушением да там были древние руины которые драка хотели получить в свои руки так ты хочешь прокомментировать что-нибудь еще об этом йохан ты когда-нибудь бывал на базе 211 я нет но я знал людей которые были там я знал что некоторые активы крюгера были развернуты там там есть драка или в то время это было от начала до середины 90-х у драка действительно была там в то время база и очень близко к базе 211 и их работа заключалась в основном в том чтобы восстановить извлечь а затем повторно реализовать некоторые из старых и приодомитовых технологий которые все еще есть там теперь что касается приодомитов у них есть только полости которые оставили корабли вот что мне сказали я видел это неоднократно от других инсайдеров и есть еще кое-что что я нашел очень интересным я видел рисунки кто-то на шоу линды молотон хауэлл показал остатки старого ханабу корабля потому что у него на вентиляционном отверстии была диаграмма двигателя черного солнца показывая внутри фактическое изображение есть еще одна вещь о чем вы говорили ранее шворц зона также означает черное солнце что является обозначением организации черного солнца внутри сс так что они как бы ядро парней которые действительно были на связи с нордиками и так мы знаем что германия выплатила свои международные банковские займы и они торговали с другими странами товарами и материалами так что это привело прямо к тому что в самом начале войны им удалось избавиться от своих центральных банков контролируемых банковской кабалой так что теперь они готовы вторгнуться в польшу началась война ближе к концу войны гитлер понимая что союзные силы могут выиграть вторую мировую войну запустил план побега на случай непредвиденных обстоятельств у них были все эти суда там и гитлер попросил их о помощи для поддержки с воздуха но сообщалось что было поле электростатическое поле вокруг этих судов предотвращающие попадание снарядов так что они не могли их использовать первоначально но позже они разработали лазерную технологию но власти новой шваби и ее властители не захотели поддерживать гитлера в конце войны потому что они посчитали его сумасшедшим из-за окончательного решения так что уже был раскол внутри этой фракции о том как все должно управляться и гитлер должен быть отстранен от власти но я считаю что он действительно успешно сбежал и я думаю некоторые люди удаленно видели его и они видели его на судне темного флота прямо в адмиральской форме так что я не знаю йоханн ты хочешь прокомментировать это гитлер все еще жив вот что я скажу у меня два мнения по этому поводу я действительно верю что тут есть его клон однако я также знаю оригинальное тело было действительно найдено в южной америке если вы пойдете и посмотрите серии боба дина которые он сделаем о поисках гитлера они определенно доказали где он был похоронен это красной нитью проходит через весь процесс показывая все доказательства что он ушел из европы из италии испании бразилию и через остальную часть южной америке церковь абсолютно точно помогла им в этом католическая церковь и они даже обеспечивают их бумагами и новыми документами теперь клон о котором мы говорим я думаю ты прав кажется я помню что это был клон кого-то он был клоном одного из первых трех или четырех лиц темного флота он не был выше старика того парня которому я служил так что я думаю что он мог быть частью другой группы которая скорее была связана с драка я был гостем на этом этапе после того как нацисты были изгнаны из континентальной европы антарктические немцы эйги начали оказывать давление на кабалу чтобы заставить ее прекратить огонь генерал эйзенхауэр и паттон побывали на нескольких подпольных нацистских базах и были потрясены тем насколько продвинулись нацисты чтобы заручиться сотрудничеством захваченных нацистских ученых и инженеров кабала согласилась дать германии эквивалент один квадриллиона долларов в современных долларах в виде прощения долгов а также план маршала по восстановлению родины в 1947 году по настоянию нацистского шпиона джорджа буша старшего конгресс учредил управление стратегической службы или эус которое было предшественником цру для овладения передовыми технологиями с помощью джорджа герберта буша дикого билла донована и алена далиса эус и нацистские сс объединились для создания цру придумали проект скрепка и его нацистский аналог одесса поэтому около 50 тысяч из них привезли сюда и серьезно вот они в форта близ в сорок шестом году так что это четвертый рейх и теперь у нас есть пятый рейх здесь на базе 211 и так в 1946 1947 годах операция высокий прыжок возглавляемая адмиралом в м с сша ричардом байрей была поставлена задача массированного штурма немецкой базы 211 в антарктиде который закончился почти полным уничтожением американских войск поскольку они были встречены удивительным оружием и все закончилось полным провалом так что да они но они нашли области где климат несколько смягчился из-за геотермальной активности некоторые даже утверждали что это были дыры для входа в землю но я не собираюсь комментировать теорию полой земли нет ли иоганн у тебя информации о том что планеты полые хорошо давай продолжим а вот еще несколько фотографий высокого прыжка так что после этого события сша пытались все это скрыть потому что они не хотели чтобы люди знали что они потерпели поражение но они действительно получил прекращение огня которая позволила нацистам укрепить их оборону и в то время флот их кораблей был очень мал и они не могли бороться со всем миром поэтому им нужно было перемирие просто чтобы держать кабалу в страхе некоторое время только адмирал берт у которого чилийский журналист брал интервью по пути домой из экспедиции прокомментировал внезапное возвращение домой он заявил что существует опасность с которой столкнулась эта экспедиция которая представляет угрозу для каждого народа в свободном мире он отказался вдаваться в подробности поэтому людям мира не сказали верхушка кабалы была очень обеспокоена всем этим потому что они больше не были вершиной пирамиды так или иначе государства национальной безопасности так что мы получили в 45 48 годах скрепку с нацистами четвертого рейха и начали брать всех их в сша и на самом деле я думаю что совместное предприятие лучший способ охарактеризовать это так что да буш старший работал над своим генеральным планом по захвату правительства сша а потом примерно в то же время у нас произошла авария в розуэле в 47 году так что в тот момент военные и сми не были под полным контролем поэтому кабала создала совет национальной безопасности и majestic 12 для управления нарративом об этом присутствии а также контролировать сми вот и все государство национальной безопасности началось примерно тогда вы хотите сделать комментарий хорошо давайте продолжим а вот еще несколько фотографий из высокого прыжка ага так что после этого события сша пытались все это скрыть потому что они не хотели чтобы люди знали что они потерпели поражение но они действительно получил прекращение огня которая позволила нацистам укрепить их оборону и в то время их флот кораблей был очень мал и они не могли бороться со всем миром поэтому им нужно было перемирие просто чтобы держать кабалу в страхе на время а вот тут адмирал берт у которого взяли интервью чилийский журналист во время поездки домой прокомментировал то что он заявил что опасность с которой экспедиция столкнулась это угроза для каждой нации в свободном мире и он отказался вдаваться в подробности поэтому людям мира не сказали что там произошло каббала была очень обеспокоена всем этим они больше не были вершиной пирамиды государством национальной безопасности так что мы получили в сорок пятом сорок восьмом годах операцию скрепка нацистов четвертого рейха и начался захват власти в сша и на самом деле я думаю что совместное предприятие лучший способ для этого так что да буш старший работал над своим генеральным планом по захвату правительства сша и примерно в то же время у нас произошла авария в розуэле в сорок седьмом году так что в тот момент военные и сми не были под полным контролем поэтому каббала создала совет национальной безопасности и majestic 12 для управления нарратива присутствия инопланетян а так же контролировать сми вот тогда и началось все это государство национальной безопасности вы хотите сделать комментарий да если кто-то захочет провести действительно серьезное исследование по розуэлу и любым технологиям которые обнаружили и вернули в массовое производство для населения я рекомендую обратиться к книге филиппа корса названный на следующий день после розуэла эта книга все очень хорошо читается и он подробно рассказывает о том как армия сша фактически проделала весь этот процесс через агентство в котором он работал управление внешней разведки прошли эти технологии и их задача заключалась в том чтобы эти технологии проникли в колледже и в коммерческий мир для того чтобы внезапно у нас появились интегральные схемы чтобы у нас теперь были транзисторы меньшего размера лазеры волоконная оптика ночного видения все виды таких вещей я прокомментирую это чуть позже сейчас важно знать м как а но как раз тогда буш старший начал сорок седьмом году создание цру затем они внедрились в сми в ходе операции пересмешник которая действует и сегодня так что теперь он полностью контролирует этот нарратив и сознание людей к сожалению я прокомментирую это чуть позже сейчас важно знать м как а но как раз тогда буш старший начал сорок седьмом году создание цру затем они внедрились в сми в ходе операции пересмешник которая действует и сегодня так что теперь он полностью контролирует этот нарратив и сознание людей к сожалению а теперь у нас есть обратная реакция поэтому теперь запомните он будет синонимом четвертого рейха и нацистов и теперь это тоже но у нас все еще есть банкиры и кабала и похоже тогда их сила начала исчезать так что они были недовольны этим и да мы знаем что трумен был в поиске мер по борьбе с этим мы знаем что когда они начали создавать фбр конечно фбр было создано для тестирования их лояльности а также сенатор маккарти он охотился за этим четвертым рейхом и это с крепкой и нам сказали что они преследуют коммунистов тогда как на самом деле коммунисты и кабала и правительство сша работали вместе чтобы попытаться прийти после нацистов хорошо так что теперь у нас идет тайная холодная война и люди не знали об этом а немцы нацисты хотели чтобы кабала признала новую швабию и ее жителей как их собственную суверенную нацию но они хотели сохранить это в секрете эту новую швабию правители швабии не хотели чтобы мир узнал об их существовании потому что они не хотели чтобы остальной мир подверг их ядерному давлению чтобы уничтожить их потому что сразу же после окончания войны взорвалась первая атомная бомба люди думают о нас есть атомные бомбы мы могли бы их просто взорвать и уничтожить и это не случилось на самом деле существовала альтернативная реальность в которой это произошло где люди узнали весь мир обнаружил что там есть новые шваблеры и давление было оказано на использование новой технологии кобальтовой бомбы в сорок девятом году что имело неприятное последствие и сожгло всю планету и это то что на самом деле говорят в тпк что планета земля была уничтожена кобальтовой бомбой и это из альтернативной реальности на самом деле ты с этим согласен йохан хочешь что-то добавить но этот рассказ я слышал когда мы были на моем корабле на котором я была изначально пациентом когда мы выполняли миссию по безопасности на цей орере которая является на самом деле базой темного флота внутри пояса астероидов в нашей системе и мы сидели за столиком рядом с нашим столом были парни которые как я полагаю были рабами этой колонии и они разговаривали между собой и один из рассказов которые они говорили был о том что это кобальтовая бомба была сброшена в сорок девятом году что земля была стерта им некуда было идти кроме работы здесь и это был рассказ который постоянно продвигался старшими офицерами полков в этих колониях чтобы люди помнили об этом так что да это правда и теперь мы теперь кабала продвигает безумное взаимно гарантированное уничтожение теперь кабала не хотела соглашаться с условиями сохранения в тайне существования новых шваблеров потому что они также не хотели ядерного уничтожения и не хотели чтобы немцы обнародовали свои очень передовые технологии такие как бесплатная энергия и это сделала бы системы фиатных денег устаревшими и вот так власть кабалы осуществляется через их манипуляции с бумажными деньгами но взамен немцы пообещали помочь продвигать кабалу обучая их теории они технологии хорошо теперь у нас начинается совместное предприятие кабала и четвертый рейх согласились заключить перемирие и нацисты были введены в эти корпорации кабалы школы плюща оборонные подрядчики больницы банки посольства в которых во всех должны были иметь хотя бы одного немецкого руководителя высшего звена у них там было 300 тысяч человек на базе 211 так что было множество корпораций в которые они могли быть включены так что цель здесь заключалась в том чтобы с помощью этого перемирия этого соглашения получить доступ к теории они к технологиям а они бы привели этих парней в правлении им дали быстрый путь к высшему руководству и в конце концов вы поймете почему это имело неприятное последствия и мы рассмотрим это и так теперь мы знаем что в сорок седьмом году немцы начали строить двадцатиакровую базу на лунной территории территории драка известную как командование лунных операций в соответствии с договором по аренде драка получили двести двадцать пять женщин и 25-летний срок отказа от прав на новую технологию которая ограничивала то какую технологию немцам разрешили приобрести а затем драка когда они пришли получили этих самок человеческих самок заморозили этих женщин искалечив их травмируя или убивая и у тех кто выжил были стерты воспоминания или применили технологию вставки воспоминаний и вот с чего началась торговля людьми ну я имею в виду торговля людьми продолжается не только на планете земля но за пределами мира где людей продают за технологии или как в данном случае за землю и собственность так что все что вы хотите добавить к этому йохан вот что людям нужно понять во вселенной металлы добычи золота серебро платина не имеют никакой ценности и самая ценная валюта в ой это днк и если у вас есть образец днк который очень ценен если у вас есть даже один живой человек и еще более ценно если у вас есть пара для спаривания определенного вида вы можете восстановить популяцию этого вида так что возникает вопрос что считать эквивалентной ценой это что многим людям в ткп пришлось очень рано узнать что нам считать эквивалентной ценой за материал днк который у нас есть к тому что нам надо и вот о чем вы говорите вот где эта технология с драка и другими видами взаимодействовала с нами и мы хотели технологии но нам пришлось выяснить как получить ее на основе ценника который мы приписывали рабам мы поднимаем эту тему так что не могли бы вы прокомментировать зачем драка были нужны эти двести двадцать пять самок для чего какие-нибудь идеи зачем они нужны были теории которые я всегда слышал и я лично склоняюсь к этому также что драка действительно создают гибриды с помощью этих женщин из-за проблем с рекомбинантной днк что означает несоответствие между днк драка и днк человека у них был только определенный процент людей которые действительно могли забеременеть от драка это что они хотели это полудрака получеловек которых на самом деле можно было бы снова вернуть на землю чтобы задействовать как связующее звено между дракой людьми и они пытались сделать это долгое время я полагаю мои чувства это что я прочитал на стеклянных планшетах всегда указывали на это конкретное соглашение как на начало этого ладно отдадим должное тони родригесу спасибо тебе за этот рисунок вот серия пятьдесят второй год немцы теперь строит не только свою лунную базу они также строят новый берлин и на базе на марсе была еще одна новый берлин еще там был прайм овен а это новый берлин также и овен секунда это второстепенная база построенная немцами потом у нас есть еще одна база на на астероиде церера это на самом деле в поясе астероидов между марсом и юпитером технически являясь крупнейшим планетоидным телом внутри этого пояса так что новые берлинцы теряли своих парней у них было всего 300 тысяч человек и они потеряли тысячу из них создавая лунную базу так что до нехватка персонала начинает становиться проблемой здесь так что теперь мы переходим к зацикливанию во времени я собираюсь идти вперед и быстро пробежаться через это потому что это своего рода целая побочная вещь поэтому мы знаем что согласно источникам ойкар марс был первоначально колонизирован в 1450-х годах из кибер жизни киборгов из нашего будущего в 1950 годы немцы отправились во времени на райский марс в 1863 год и основали там колонии начав порабощать местные популяции киборгов они использовали колокол так что киборги которые уже были на марсе еще в 1863 году хотели иметь права подобные немцам но немцы рассматривали их как подросу поэтому киборги решили бросить кобальтовую бомбу и взорвали ее в 1900 году уничтожив окружающую среду на марсе минимум на 50 лет а затем поселение немцев началось около 1950 и так среда была полностью разрушена в первые 19 лет из 50 после того как взорвалась кобальтовая бомба но на самом деле там была червоточина они разрывали пространство и время и люди на марсе потеряли память также как и местные жители потому что там было коренное население разных видов которые все равно выжили под землей если вы посмотрите на данные наса на самом деле провело исследование в ходе которого обнаружили это на высоких широтах людям нужно видеть достоверную информацию о ядерном исходе того что произошло они проводили исследование там что они называют северным полюсом марса и они находят изотопы стронция цезия и плутония которые существуют только после того как взорвалась ядерная бомба и они нашли их повсюду в северных районах марса так что если люди хотят видеть подающиеся проверки информацию то вернитесь и посмотрите исследования которые были проведены еще в 60-х годах в 70 и 80 которые показывают это идем дальше раньше климат был тропическим но теперь там едва можно дышать это похоже на теплый день на земле на 3 километровой высоте в теплый день я предполагаю что 13 15 градусов по цельсию но не в ночное время тогда определенно становится ниже нуля вы даже не можете использовать оранжереи на марсе ранее поселенцы пробовали это так что все должно выращиваться под землей если у вас нет технологии репликатора но есть процветающие экосистемы там растут какие-то лиственные деревья елки есть другие виды в любом случае там есть растения как живые существа так что до атмосфера там есть а наса рассказывает нам о том что там почти нет кислорода но его на самом деле намного больше я предполагаю что около пяти процентов кислорода до от пяти до десяти процентов и ваш комментарий о светло-голубом оттенки небо на фотографиях наса в которые добавлено больше красного на самом деле правильный потому что настоящий воздух там когда я был там действительно был светло-синего оттенка он не был красным что да но для повышения производительности солдаты будут носить это патрульный скафандр который удалял углерод из углекислого газа выделяя кислород и так у вас был опыт работы с этим скафандром да эта часть эта часть нижнего костюма что он делает на самом деле мы он берет к 2 он использует электрохимический процесс который на самом деле отделяет углерод отца 2 кислород возвращается обратно в систему чтобы вы могли дышать им и углерод фактически выбрасывается сзади и вот почему некоторые люди вроде меня и другие которые были в этих костюмах имели остаточные ожоги на их телах которые они не могут объяснить потому что процесс расщепления углекислого газа требует много энергии и они используют ее по сути как источник синтеза чтобы сделать это кроме того скафандры могут позволить вам использовать меньше калорий в день поэтому нужно всего 100 калорий в день чтобы выжить в этих умных скафандрах но им понадобится дополнительный кислород только для улучшения производительность в основном но это не было необходимо но было бы полезно если бы один из этих гигантских пауков направился в вашу сторону хотя я думаю было бы уже слишком поздно а вот некоторые из существ да там есть богомолы как существа эти муравьиные существа эндрю пасаджио как упоминалось об этих гигантах кузнечики размером с автобус еще эти паукообразные существа вы помните какими большими были пауки и аган вы когда-нибудь видели их наверное одного от 4 до 5 футов в диаметре ростом человека коротышки поставьте рядом паука они будут равной высоты и дело в том что они могут прыгать дальше чем вы можете на 20 25 футов так что да если вы увидели его то уже слишком поздно я собирался сказать то же самое да и эти кузнечики тоже являются хищниками и я думаю ты знаешь что есть другие которых ты знаешь как и другие существа странного типа которые основаны на человеческой структуре и других телах мутации но были также вот эти кошачьи существа и некоторые местные марсиане у которых кожа цвета оливок которые выглядят как люди и они приспособлены к местному воздуху немного лучше чем мы так что да они из раз рептилий также рэнди крамер упомянул о местной популяции рептилий да они жили в лесу так что мы пришли сюда с кобальтовой бомбой да я упомянул червоточину хорошо и так давайте продолжим поэтому мы должны были построить бункеры под землей и вот где у нас есть древние системы лавовых труб и базы овен прима и но и берлин и базы экваториального марса первоначально немцы заселили экваториальный марс и они обнаружили что там были электрические бури которые могли вызвать хаос в их электронике поэтому им пришлось уйти под землю и пойти дальше в северную широту или южную широту я думаю это тоже сработало и в это время 1950-х они потеряли 17000 солдат как я уже сказал все хищные существа и другие туземцы на марсе не хотели чтобы немцы были там так что они да теперь у них кадровые вопросы так что давайте продолжим и кстати по-вашему это немецкий объект иоганн да я удивлен что наса не пыталась вычеркнуть это может быть кто-то решил вытащить это оттуда чтобы просто посмотреть что произошло хорошо так что мы получили мкк который полностью развернулся в пятьдесят втором году нацисты оказывали давление на кабалу чтобы они договорились о новом договоре об условиях им нужен был персонал они устроили эту эстакаду здесь в вашингтоне округ колумбия в 1952 году и вы можете увидеть рисунок здесь и военные пилоты видели человеческих пилотов и эти нло так что явно не все из них были инопланетянами еще и инцидент м бетти и барни хилами очевидно он заразился венерическим заболеванием так что это никогда не было рассказано общественности но на этом корабле был человеческий персонал и они были вероятно нацисты работающие с более негативными регрессивными расами поэтому они уже проводили эксперименты на людях в лаборатории majestic весь сценарий начал проворачиваться примерно в эту эпоху к сожалению конечно с majestic 12 так начался подъем с их мкк и теневым правительством так что к 54 году кабала и нацисты все еще были с очень напряженными отношениями совместное предприятие еще не полностью освоилась но через 50 лет конечно мы знаем что уже знаем о том что ядерные секреты мы передаем ссср чтобы помочь создать нужный уровень игры а затем в пятьдесят четвертом году нацисты взорвали свою первую ядерную бомбу на то ли бикини где проводились ядерные испытания сша так что я предполагаю что американцы должны были быть очень удивлены когда взорвалась дополнительная ядерная бомба они не могли понять кому она принадлежала и вот когда немцы засняли взрыв и прислали коробки с фильмом каждому мировому лидеру чтобы не возникало вопросов чья это была ядерная бомба так что их целью было не уничтожить судно но просто отключить крейсер потому что они просто хотели чтобы кабала капитулировала они не хотели уничтожить их поэтому в этот момент кабала поняла это им пришлось пойти на заключение договора в пятьдесят четвертом году также тогда у них появилась технологии стирания памяти и мы получили разные версии этой аппаратуры откидного сидения которая может изменять чьи-либо воспоминания импульсный фонарик пистолет армар лакс и вот это оружие серых она может стереть воспоминания ты хочешь прокомментировать иоганн я думаю здесь может быть еще один тип технологии сиденья которые у нас есть более модернизированные версии того что сейчас в программах по крайней мере когда я был и мы использовали это с тех пор как была программа манток сегодня или в прошлом сегодня очевидно в другой временной линии фонарик армар лакс использовался в толпе и как единственное средство контроля за инцидентами ситуации когда вы могли вырубить кого-то на час-другой когда вам нужно было это сделать отличное оружие которое на самом деле является оружием того же типа она может не только нанести серьезный психический ущерб разуму но также способна фактически уничтожить части человеческого тела тоже технологии использовалась против немцев известный агул стана из нью-мексико он потерял пальцы он действительно был ранен одним из этих пистолетов и это на самом деле оружие которое произвело разряд из той технологии которую вы там показываете так что это на самом деле рисунок очень похожий на реальные вещи и была четвертая версия этого есть четвертый элемент названный молотом который был результатом обратного рейнджоринга технологий о которой вы говорили ранее когда вернули эту нефункциональную технологию в сша и россию о которых вы говорили он это антарктические немцы нефункциональная технология это устройство которое мы называем молотом и она также может быть использована для расщепления разума его можно использовать для создания альтеров его можно использовать для очистки памяти всевозможных вещей хорошо так что вернемся к 55 59 годам кабала и немцы были готовы перейти к переговорам по договору и кабале фактически дали базу в антарктиде под операцией морозильник 12 так что начальная часть этого договора во всяком случае общедоступная версия которую все знают что антарктида будет закрыта для остального мира поэтому никому не разрешено отправляться туда и строить отель или добывать полезные ископаемые земли и нам все говорят что это для защиты дикой природы но с каких это пор люди заботятся о ее защите посмотрите что они сделали стуземцами в америке так что очевидно общественность на самом деле не подвергает сомнению эти вещи но настоящая причина в том что немцы там внизу и они не хотят чего-то вмешательства так что секретная версия в основном утверждала что 150 тысяч человек будет отдано антарктическим немцам для пятилетних командировок во вне планеты для создания колоний о чем мы знаем от коллег по марсу и так этих людей отдали по этому договору немцам которые будут нести ответственность за их жилье питание их одежду зарплату а также предоставление им возможности стать гражданами германии в конце этих пяти лет так что в конце пятилетнего периода им будет предоставлена такая возможность если же они решат не становиться гражданами германии то их воспоминания будут стерты и они будут омоложены назад во время в путешествии во времени назад как будто ничего не произошло так что опять же у них уже была технология очистки памяти в пятьдесят четвертом году чтобы они могли делать все это и у них были технологии путешествий во времени и я думаю что технология омоложения тоже была примерно тогда же но с самого начала все пошло не так как планировалось большинство из этих людей были превращены в рабы с отказом в оплате и вместо командировок в пять лет им забирали на 20 лет и или даже в несколько раз по 20 лет или же вообще никогда не возвращали йоханн ты действительно комментировал причину этого они бы вероятно забирали людей и на тысячелетие если бы они могли но был предел в 20 лет и я думаю так приходилось делать потому что люди собирались уйти но большинство людей сошло бы с ума если бы их держали дольше 20 лет у вас есть информация об этом кажется ты сказал это либо тони родригес но есть проблемы которые они называют височной дисфагии это означает что каждый раз когда вы делаете 20-летний период или скажем так как в моем случае я сделал два последовательных 20-летних периода когда они отправили меня регрессировать что произойдет если если бы я когда-нибудь вернул свои воспоминания которые у меня есть внезапно у меня в голове возникают две конкурирующие группы воспоминаний и то как это выглядит например похоже на эффект мандалы так что я помню как нельсон мандела был застрелен выстрелом снайпера в голову и исторические записи как он шел из тюрьмы на свободу и я знаю других людей у которых есть такие же воспоминания о его смерти что он вышел из тюрьмы вот где мы начинаем замечать это как странные эффекты временной дисфагии были многократные случаи с людьми после последствий пребывания в ткп они должны выяснять что реально что нереально в настоящее время на этой линии времени и чего нет на этой линии времени я обычно ношу металлический обруч на руке когда я говорю публично вот как я убеждаюсь что это правда или нет так что я должен делать это все время как и те из нас кто много раз попадает в ситуации когда вы должны подтвердить то что вы на самом деле видите я думаю что то не это имеет в виду до временной дисфагии действительно может вызвать неврозы это даже не может вызвать индуцированные психотические проблемы иногда так что да абсолютно верно у вас есть какая-нибудь информация о плате этим людям потому что очевидно никому никогда не платили да и как должны были заплатить мне сказали что любой кто пошел в ткп и подписал контракты получит единовременную выплату в конце их последней смены в моем случае в конце моих последних 40 лет я бы получил единовременную выплату и регрессировал и тогда мне будет разрешено ходить и делать свои обычные дела как здесь делают нормальные люди они бы положили эти деньги прямо на банковский счет который я выбрал сейчас на самом деле произошло то что мне так и не заплатили и мне даже не дали ни здоровья не получение медицинских или психологических пособий для покрытия любых проблем которые у меня были когда я ушел оттуда поэтому когда вы слышите как люди говорят о том что они могут раскрыть записи могут узнать кто на самом деле служил в тайной космической программе как ветеран очень важно отметить что срок службы должны компенсироваться этими правительствами и не только это но и что должна быть вам оказана медицинская глазная стоматологическая и психологическая помощь из-за того через что вы прошли в этих программах потому что эти программы вызывают эту травму и контр спасибо и так каждый год 55 тысяч человек добавлялись в эту очередь а теперь это до миллиона человек в год это так да ну ладно мы можем прокомментировать это позже так что давайте продолжим здесь и так теперь этот договор в значительной степени действует подтвержденный и на бумаге так что теперь немцы начали требовали ввода в советы директоров мы уже немного осветили это раньше но теперь они хотели войти даже в исполнительная власть правительства и как вся кабала контролировать в других странах и в сша оперативников эра маккарти закончилась пятьдесят четвертом году когда очевидно и началось это соглашение идентификация этих немцев должна оставаться в секрете и потому что остальной мир не знали он нацистах они не хотели чтобы остальной мир объединился против них а затем взамен немцы предоставили бы им доступ к большему количеству теоретического материала но что на самом деле произошло то что немцы потому что они были в совете директоров способны были контролировать все новые технологии которые кабала создавала и отправляла немцам так что немцы в основном крали все технологии которые могли бы принести пользу всему миру и они оставили это для себя и дело не в том что кабала в первую очередь высшее руководство не было заинтересована в том чтобы поделиться ею с нами но они просто хотели сохранить ее для себя но и в том лучшее было отправлено немцам вот почему мы видим публикации в популярных научных журналах что вот скоро эти новые технологии появятся у нас типа новая батарея которая изменит мир через пять лет и вы никогда не услышите больше об этом потому что все это идет на эти секретные работы потому что есть эти немцы в совете директоров вы абсолютно правы вот откуда идут все эти теории вокруг этих идей о подавлении технологий что технологии не разрешено выносить на общественность потому что по сути кабалал пытается контролировать поток нефти и денег здесь они не хотят чтобы кто-то выходил с этой идеей что это не группа капиталистов поэтому им не нужна опора здесь сша люди которые на самом деле финансируют их за счет налогов и денег которые им не нужны это они действительно имеют возможность обойти механизм контроля что позволяет им получать больше денег от них хорошо так что теперь кабале нужен был способ иметь свои собственные черные проекты и бюджеты поэтому они создали наса в пятьдесят восьмом году чтобы перекачивать деньги в программы кабалы чтобы конкурировать с немцами и часть этих денег конечно пошла на фиг большая часть этого была сделана не по книгам мы не собираемся углубляться в то откуда пришли все деньги просто слишком долго разбираться во всем этом но да они построили эти подземные базы а потом они будут создавать свои собственные программы кабалы такие как солнечный страж сияющий страж а потом конечно у советов были свои программы мы собираемся немного углубиться в это и у китайцев и индийцев ну хорошо мк ультра и так во времена четвертого рейха они были заняты экспериментами ясефа менгеля по контролю над разумом так что кабале нужны были собственные эксперименты по контролю над разумом чтобы продолжать дела немцев и они создали мк ультра что было в ответ немцам экспансия ткп теперь мы подходим к 1960 и базы расширяются все время у нас были базы на лунах и вокруг сатурна пояс купера облака уарта и даже они отправятся во времени назад во времени на 400 лет в прошлое чтобы заселить планеты по всей галактике млечный путь согласно те кто была на этом шоу они теперь повсюду три миллиарда человек которые живут за пределами мира под различными немецкими ткп группами защищенными тем что известно как темный флот к сожалению многие из этих людей на самом деле рабы я не знаю каков процент он намного выше чем должен быть у нас не должно быть рабов ты думаешь раз у нас есть все эти передовые технологии людей не следует порабощать но йохан что ты скажешь о процентах которые были говоря об этом это отношение 30 на 70 что означает 30 процентов ваши основные офицерские группы и ваши основные рядовые люди которые являются частью квалифицированных служащих из программ 70 это люди которые выполняют всю тяжелую физическую работу рабство все такое и некоторые из этих людей не рабы но они также не считаются частью ядра немецкой группы ткп так что они вроде как призваны на работу в них если это имеет какой-то смысл хорошо так что теперь у нас есть темный флот который несет ответственность за безопасность всех этих колоний у нас есть некоторые из них корабли 20 миль в длину они чтобы создать одно из этих судов размещают заказ и команда отправляется в прошлое на 20 лет а затем бум и у вас есть судно мгновенная доставка так что эти офицеры считают себя более немцами мы уже обсуждали это и так но офицерский класс заражен черной слизью есть ли что-нибудь еще чтобы ты хотел прокомментировать йохан ты на самом деле был на одном из этих кораблей темного флота но на самом деле на двух из них но я хочу сказать еще кое-что поэтому два корабля на которых я был были паттон и франклин для офицерского класса черная слизь было чем-то что считалось выборным до некоторой степени на корабле для ее капитана отдавалась на прерогативу капитана он мог бы сказать либо хочу либо не хочу инопланетян на борту корабля и что более важно хочу ли я чтобы черный гу заразились люди на борту корабля о чем позже мы начнем говорить о расколе расколе между 20 процентами которые оставили темный флот и 80 процентов которые остались это один из главных гвоздей в гроб этого раскола и проблемы рабства потому что 20 оставивших не хотят больше поддерживать проблему человеческого рабства не можем делать это это неустойчиво неправильно так делать так что по понятным причинам хорошо так что теперь у нас есть темный флот который несет ответственность за безопасность всех этих колоний у нас есть некоторые из них корабли 20 миль в длину они чтобы создать одно из этих судов размещают заказ и команда отправляется в прошлое на 20 лет а затем бум и у вас есть судно мгновенная доставка так что эти офицеры считают себя более немцами мы уже обсуждали это и так но офицерский класс заражен черной слизью есть ли что-нибудь еще чтобы ты хотел прокомментировать йоханн ты на самом деле был на одном из этих кораблей темного флота я был менеджером по навигации в темном флоте я не знаю название моего корабля но у меня был контакт драка так что драка были встроены в темный флот а сами драка были заражены черной слизью и они оказывали давление на других офицеров темного флота чтобы те брали черную гу вот еще одна группа японская группа они видимо они тоже очень расисты для не японцев но они позволили другим войти в свои ряды если у вас были определенные родословные зарона у кайса что переводится как темный рыцарь так эта группа технология стиль архитектуры технологии выглядит 1940-х годов но более продвинутый просто представьте себе что в 1940-х годах на планете земля произошел раскол разделение и тогда все будет выглядеть иначе да у нас есть красные драконы хонлон у меня нет информации об этом поищите у майкла сала так что я могу рассказать вам немного об этом о конечно красный дракон китайская ткп группа изначально была основана китайскими триадами из-за своих денег и рабства они имели доступ к если хотите называйте это заинтересованностью в том чтобы попасть в ткп и по сути когда группа красный дракон была создана они предоставили определенное количество людей в программы рабства и стали финансировать свои собственные корабли людской персонал но убейте группы красный дракон и люди зуруну кайшу на самом деле тренировались с нами в сом когда я был в войсках сил обороны марса я действительно знал одного из командиров с одного из кораблей потому что я тренировался с ним перед отправкой на марс и это интересно потому что они имеют тенденцию быть очень ксенофобными они имеют тенденцию быть очень враждебно настроенными по отношению к другим внешним группам если только они не вынуждены работать против третьей внешней стороны что и происходит с нами и части этого их японский менталитет они все делают на основе кодесской чести поэтому если вы приехали из такого места как сша где у нас на самом деле нет кодекса чести семьи уже установленного они смотрят на нас как на гайдзинов что означает что у нас нет чести и они смотрят на это как на кого-то кто ниже кого-либо в их системе так что это имеет смысл и вот другая группа которую мы здесь имеем восходящая красная звезда я знал что советы участвовали но не знал название программы после распада советского союза примерно в середине 90-х они потеряли большую часть космического флота но он был восстановленным как а я объясню это через минуту когда у нас будет торговый флот а также солнечный страж и так далее но очевидно у них все еще есть несколько судов и несколько колоний но коммунизм похоже даже не очень хорошо работает даже в тайной космической программе так что вы все равно хотите что-нибудь прокомментировать о советской программе когда вы смотрите на такие станции как гиперион о которых люди говорили и другие станции многие из этих станций были построены с использованием изначально высоких технологий армии сша и российские военные персонал работали над созданием станций со временем когда падение ткп случилось в россии прекратилось финансирование многих проектов по этим программам и они тоже перестали функционировать именно здесь мы начинаем видеть эти корабли персонал они по сути либо каким-то образом или способом попали под власть им какая ли стали пиратами или они стали чем-то вроде бродяг они никому не верны и большинство их кораблей когда вы заходите внутрь они выглядят как технологии 1950-х годов но на самом деле там действительно грязно так что это не лучшие технологии в мире хорошо технология прыжковых ворот до элита кабала еще не имели ее и так в 1960 года немцы получили ее она позволяет им мгновенно телепортироваться между мирами и это было ограничено только для элита и немецкого офицерского класса прыжковые врата расположены прямо возле лекс и это изображение площади с этим зданием из google maps на 999 шоссе рядом с лекс так что фактически прыжковые врата находятся внизу их нет в самом здании так что не пытайтесь войти туда и начать задавать вопросы где прыжковые врата там точно не поймут о чем это вы потому что нужен особый вход лифт но что интересно кажется офис баинга находится прямо здесь рядом и есть всевозможные авиакосмические подрядчики повсюду здесь и отель хилтон по соседству отели хилтон также имеют доступ к этим портальным технологиям которые позволяют элитам выполнять свои сатанинские ритуалы и они идут к другим отелям хилтон по всему миру и они могут возвращаться обратно в конце дня некоторые иллюминаты разоблачители или выжившие говорят о том что они могут пользоваться портальной технологией и информаторы говорят об этом что просто не понимает большинство людей но эндрю пассаджио упомянул некоторые из этих учреждения он на самом деле ходили в это здание возле лекс но есть еще одно в нью-джерси и вы войдете в лифт стены будут огибать вас и 10 минут спустя вы в новом пункте назначения что касается марса верхний офицерский класс не обладали этим секретом эта технология держалась в секрете от офицерского класса потому что это только для элита но ходили слухи что люди слышали про такие вещи что это существует но они действительно не знали поэтому мой вопрос йохан ты когда-нибудь случайно использовал технологию прыжковых врат да я действительно использовал у нас были регулярные встречи на луне с суперсоветом мкк они их называют триумвиратом и нам приходилось использовать прыжковую систему врат я действительно оказывался на другой планете в пределах 10 минут на луне где в этот момент происходили встречи и это было похоже на то как я перехожу из одного офиса в другой и после того как наши встречи заканчивались я возвращался по той же системе врат на свой корабль мы возвращались на планету где мой корабль был пристыкован в течение 10 минут после окончания этой встречи так что это не занимало много времени это была портальная система я сказал бы что причина по которой они поместили эти системы врат в этих местах о которых вы говорите в том чтобы ученые руководители предприятий менеджеры могли из своего бизнеса на земле уходить например на марс и они никогда не узнают что они действительно покинули землю считая что база там под землей что они на подземном объекте где-то здесь на земле и единственный способ понять это то что реальный человеческий резонанс может немного отличаться от звукового шума который вы слышите фон может быть немного другим и вы ощущаете что он у вас в голове и ваше тело немного другое в этой среде может быть ниже гравитация окей мы получили утечку мозгов в 1960-е так что теперь мы знаем о лунной программе когда немцы набирали персонал а теперь в 1960-х годах когда пятилетний срок контракта подходил к концу и этих людей должны были отправить обратно но немцы оставили 90 процентов из них так что так много людей начали исчезать 55 тысяч человек в год так что это очевидно приведет к созданию много вопросов и проблем и в 1970-х кабала разработала очистку памяти до у немцев это уже было в пятьдесят четвертом году технология очистки памяти и так к 70-м годам они это получили и они сделали это допросив одного антарктического немца из сил безопасности и вот так они это получили тайными средствами и это создало проблемы с немцами потому что они были недовольны тем что кабала пыталась украсть их технологии и хотели отомстить немцам немцы поняли что технологии стирания памяти были украдены примерно в 1986 году и они уничтожили челленджер и электростанцию в чернобыле в этот момент немцы двинулись в космос и немцы были очень обеспокоены тем что этот президент ковбой ответит ядерным оружием поэтому они послали пакет оберточной бумаги рейгану и горбачеву со старым 1979 года не работающим устройством очистки памяти которая концу 80-х удалось перепроектировать в их черные проекты которая сейчас известно как молод устройство молод о котором вы упомянули ранее хорошо можете ли вы подтвердить что это точная информация да и причина по которой это событие произошло заключалась в том что немцы хотели чтобы люди по-прежнему соблюдали этот договор и по сути их послание которое они сказали смотрите либо вы продолжите соблюдать его и расскажите людным на земле кто на самом деле выиграл вторую мировую войну и многие люди которые занимали властные должности не хотели чтобы это послание было передано населению земли и они были готовы сделать все чтобы этого не произошло вот почему вы видите результаты этого эти два конкретных инцидента они назвали их антропогенными инцидентами например в случае челенджера они назвали причиной сбой в пожарной системе они что это была настоящая атака а в чернобыле обвинили инженеров завода вместо того чтобы сказать снова о нападении так что это одна из тех вещей когда технологии была восстановлена как молот вот когда игра действительно сильно изменилась потому что внезапно вы начинаете видеть что мкк создает оекры и другие группы для решения гораздо больших их целей хорошо двигаемся дальше мкк 1970 72 год договор о праве первого отказа с драка подошел концу теперь немцы могли приобретать любые технологии которые попадут им в руки и в 70-е годы немцы начали увеличивать свое население потому что они похищают людей наверное 100 200 тысяч человек в год покидают землю в любом случае они тоже начали осваивать технологии путешествий во времени и так они обнаружили что время на самом деле циклично она возвращается обратно к себе вот и эффекты мандила поэтому если они вернутся назад во времени чтобы изменить что-то и они совершат путешествие во времени то это может привести что случится что-то худшее потому что на временной линии случаться другие новые эффекты бабочки которые приводят к новым вероятностям и другим альтернативным реальностям так что они обнаружили что лучше не создавать риби на временной линии поэтому они стараются избегать использование технологий путешествий во времени часто то вы хотите прокомментировать по этому поводу да это причина по которой была использована программа зазеркалия если они могут повторно вставить актив обратно в течение 50 минут после его первоначального удаления из основной линии времени они обнаружили что существует минимальное волнение на основной линии времени именно поэтому они это делают таким образом что человек даже не осознавал что он вставлен или удален в большинстве случаев они могут осознавать что произошло что-то странное но они не понимают что именно эта причина по которой операция зазеркалия была использована поэтому это использовалась для того чтобы повторно вставить людей они смотрят на временную линию решают что это временная линия с наивысшей вероятностью и думают а как же нам вести людей из этой временной линии так чтобы не было никаких волнений или чего-то хорошо так что теперь мы вернулись к мкк и у нас есть этот рисунок который любезно предоставлен аланой мкк был создан в середине 70-х годов и им было поручено управлять командованием лунных операций колониями луны и марса на марсе колониями корпораций он управлялся группой из семи известных семей гангстеров и он называется триумвират что ты можешь нам сказать об этом мкк я предполагаю что вы работал с ними да когда я был там они выросли до 9 участников 9 голосующих членов у каждого голосующего члена есть помощник которого они называют секунд и которые сидят за ними эти люди предоставляют им документы подтверждающий документацию они говорят все что им нужно и группы которые сидят за столом являются руководителями всех этих больших гигантских программ так что у вас есть такие люди как пол сирен глава монарх у нас есть старик адмирал с которым я работал у вас есть глава настоящего межпланетного корпоративного конгломерата группа сидит там эти парни управляют всем колониями у вас есть человек который возглавляет косо командование объединенных сил обороны структурой которая обеспечивает всю безопасность сидящих там руководители мкк и так все эти отдельные группы являются членами всех этих программ и все они высказывают заинтересованность или мнение о том что на самом деле происходит и часто они вместо того чтобы заниматься одной программы и закрыть другую программу они говорят ладно смотрите ваш парень сделал то-то и то-то нам нужно чтобы вы вернули нам этот ущерб и вот что мы думаем что вам следует сделать вы можете согласиться а если они не хотят согласиться с этим то это идет на голосование поэтому часто начинают обсуждать именно этот первый вопрос обычно потому что голосование никогда не идет в пользу того кто так говорит нет и обычно именно вот так им какая вел свой бизнес они хотели чтобы каждая колония каждый корабль каждая группа управлялась по черному их отчетность велась по черному и они также хотели чтобы они оставались стабильными без необходимости какого-либо вмешательства из внешних источников да и так командование объединенных сил обороны они что-то вроде как военного отделения контролирующего силы обороны марса силы обороны земли и теперь космических сил их штаб-квартира находится на луне и у них есть тренировочные базы как на луне так и на марсе в штаб-квартире колонии вовен прима где они также работали наемниками по субподряду вместе с крюгерцами так что это и база крюгера здесь американцы могли участвовать в этих армиях но немцы сохраняют контроль над этими программами и офицерским классом они обычно отдают предпочтение немцам в качестве руководителей проектов вы что-то вы хотите добавить к этому все верно что касается крюгера то мы собираемся вникнуть в это немного позже они специально ищут людей немецкого происхождения многие люди из коса которые также находятся на вершине обычно имеют немецкое происхождение и они ищут людей которые также обладают интуитивными способностями к эмпатии с метагеном их также обучают пользоваться технологическим оружием и другими вещами которые они должны использовать в работе хорошо так что сначала у нас есть крюгер и защита марса хорошо разоблачитель капитан рэнди крамер корпус морской пехоты сша особый раздел поделился историей о своем пребывании в силах обороны марса марс 1970-х там нужно много солдат в армии потому что с инсектоидами происходили территориальные сражения как и с рептильными расами там воевал рэнди крамер в силах обороны марса и частных военных подрядчиков такие как крюгер с заданиями истребления и расчистки местной фауны чтобы защитить населенные пункты и иногда под этой местной фауной подразумевались разумные существа вроде того как коренные американцы истреблялись на их территориях они там делали то же самое униформа крюгера была светло-коричневой с желтой надписью на ней силы обороны марса имели цифровой камуфляж который на самом деле представлял собой сетчатую униформу там была металлическая сетка в ткани до светло-коричневая желтая надпись использовалась только на марсе у крюгер cf если вы посмотрите на крюгер cf и любых других оперативников они обычно носили черные боевые доспехи с красным оттенком под сеткой был красный или иногда синий воротник если вы офицер и когда они оказывались за пределами марса они не использовали никаких букв потому что они не хотели чтобы кто-нибудь знал кто они такие так что да марс у меня был рюкзак крюгера на котором были желтые буквы и узор выписаны буквы крюгер но это был один из тех коричневых рюкзаков мы поговорим об оружии и технологиях позже но давайте продолжим теперь у нас есть межгалактическая экспансия кратко пройдемся суда мкс посещали более сотни баз колоний и промышленные объекты вокруг луны главный пояс астероидов несколько раз луны и космические тела в нашей солнечной системе также имеют действующие торговые соглашения с почти 900 цивилизациями и оперативными базами и вокруг нас почти 53 местных звездных скопления но большинство из них наблюдательные станции и так у нас есть рисунок похоже они используют много рабов там есть и киборги и так давайте продолжим в настоящее время в нашей галактике насчитывается 20 замаскированных станций мкк первые три скрытые станции вращаются вокруг земли и являются исследовательскими объектами изучающими как создать устойчивую среду обитания в космическом пространстве для долгосрочных путешеств v в далекие галактики три другие станции занимаются исследованиями того как успешно создавать гидропонные и аквапонические сады на космических кораблях и станциях а также изучением того как бактерии и вирусы выживают в различных космических средах шесть станций вокруг марса строят военные корабли для межзвездной обороны галактики млечный путь есть четыре станции вокруг юпитера две возле сатурна три возле венеры 1 возле плутона и последнее возле урана есть также небольшие станции используемые для шпионажа и разведки деятельности других группировок ткп в нашей галактике эти станции имеют мировые двигатели сделаны из плазменных генераторов чтобы они могли путешествовать в космосе и они не обязательно стационарны это довольно точно я бы сказал тоже о станциях о которых вы говорили и я получил подтверждение в самый первый раз когда я был в ткп потому что нам пришлось прыгнуть в то что они называют нейтральной территорией есть станция которая вращается вокруг северного полярного региона вокруг юпитера это карманное измерение вы должны врезаться туда что они называют пробиванием что означает что в этом конкретном измерении вы должны ускоряться с определенной скоростью чтобы в основном скользить по потоку прямо в это новое измерение это что произошло наш корабль потерял связь и они использовали то что они назвали астронавигатор чтобы сообщить что нам нужна помощь и мы получили ответное сообщение о том что нужно перейти в это место и у нас будет корабль который будет новым мы приедем и действительно поможем вам заменить коммуникатор на вашем корабле в 2017 году я начал смотреть космическое раскрытие и я узнал что кори гуд был одним из парней занимающихся ремонтом и еще три других джентльмена так что это был первый раз когда я получил какое-либо подтверждение обо всем что у меня было ли этом материале и как только это случилось я вернулся к своим старым заметкам пришлось покопаться во всем этом и выяснять что это значило но общая картина такова что в настоящее время используется конкретная станция которая использовалась некоторое время как посольство для многих других видов не нашего вида чтобы они могли поговорить с нашими послами которая бы была нейтральной землей и многие программы используют ее для этого та же самая причина по которой я думаю что на самом деле рэнди крамер прокомментировал одну из этих станций где некоторые люди конечно на самом деле очень маленькие существа по сравнению с большинством инопланетян средний рост большинства инопланетян составляет от 12 до 14 футов высотой но есть и другие существа размером с годзиллу 600 700 футов ростом и так вы направляетесь к одной из этих станций и они могут быть абсолютно огромными а затем если вы хотите провести переговоры с меньшей расой они поставят там стол и это может быть стол поверх стола и затем вы можете вести переговоры с трехдюймовыми существами а за другим приставным столиком может сидеть титан в 150 футов высотой или так далее но да надо проверить его показания но ты когда-нибудь действительно общался с одним из этих гигантов мы действительно выполняли миссию в которой на самом деле были восстановлены трупы с которыми экспериментировали они были реанимированы и мужчина и женщина которые участвовали в этом конкретном эксперименте оба были около 70 футов высотой и потребовалась целая вечность чтобы убрать тело из этого места но да я видел существа больших чем это хорошо давайте продолжим передовой флот торгового флота это должно быть ругательство во вселенной вероятно это станет анонимным в будущем мкк наблюдает за торговым флотом их работа заключается в торговле припасами между базами и выяснением что с ними делать это также перевозчик рабов номер один и крупнейший перевозчик оружия технологий например эти суда похищали людей на земле которые вот-вот должны были погибнуть от авиакатастрофы можно было бы даже догадаться что они пропали затем эти люди будут либо превращены в киборгов для рабского труда либо превращены в пищу для регрессивных видов либо проданы инопланетным группам для экспериментов по размножению и обычно они приходили с этими у них будет свой собственный регенерационный бак или стазис и их собственная репликаторная машина для еды чтобы накормить их так что все они могут сохранять их неопределенный срок потому что у них есть технология восстановления и они могут стереть их воспоминания если они обращаются в рабов они могут стереть сертификат кибернетика может создать амнезию чтобы они не знали что на самом деле делается для них это абсолютно ужасно что это происходит там так что наша собственная человеческая раса продает нас чтобы получить современное оружие и технологии для колоний и поэтому они да да так что как только о торговле людьми позаботиться на планета земля у нас много проблем да где-то там есть много планет о которых нужно заботиться и я знаю конечно я сделал несколько миссий следуя за матри которые являются одной из регрессивных рас у драка и есть ли у вас опыт в этом до группа называется матри да я пошел против них я пошел против пехотинцев парня которого называли волкёшем я видел драка в битве видел серых ретикулу боевых богомолов всех видов существ сражающихся и большой проблемой на которую мы тоже должны смотреть является то что есть последней фразе на слайде где говорится размножающиеся пары считаются более ценным грузом это потому что они снова могут заселить целый вид от яйцеклеток и спермы которые были в этих двух человеках и генетическом материале который происходит от этих двух человеков может использоваться снова и снова так что да абсолютно ладно вот и торговли людьми вот почему мкк продолжает скрывать свое присутствие на планете земля никто не хочет брать на себя ответственность за действия которые привели к человеческому рабству и у мкк по-прежнему есть огромный спрос на новый персонал на своих базах за пределами мира в своих программах 20 40 или 60 лет назад со временем ежегодная квота похищений на планете земля будет неуклонно расти с 55 тысяч человек в 1959 году до более чем 1 миллиона копеек 2020 году хорошая новость заключается в том что в 2020 году только крошечная часть сотая процента продается в качестве рабов или пищи вы что-то хотите добавить к этому йоханну рабы или еда были изначально тем что было запланировано на марсе для всех тех кто там работал были перемещены на в систему семь дев б которая далеко за пределами нашей солнечной системы и вот где все это делается сейчас положительным моментом также является то что большинство людей которых забирают с планеты земля в данный момент не являются частью этой программы так что люди которые находятся в семи девах б мы делаем что-то иное кроме клонирование человека там но так допустим если драка хотят чтобы данный подвид клонировали для их целей они фактически запрашивали чтобы колония взяла генетический образец и создала партию генетически клонированных особей из этого образца и тогда они фактически обменяли бы на это так что да это очень очень маленький процент на данный момент я согласен с этим хорошо мы переходим к плану 21 1980 годы и так кабала отправила своих первого и второго вояджера космические аппараты вокруг юпитера и сатурна и они были абсолютно потрясены тем как быстро антарктические немцы построили свои базы кабала поняла что они сильно остают от немцев технологически поэтому они решили ускорить свои планы на мировое господство за счет ускорения графика депопуляции кабала не хочет чтобы человечество пробудилась к передовым технологиям потому что это сделает их центральные банки и фиатные деньги устаревшими йохан какого черта почему они такие зачем им ускорять повестку дня 21 которая является депопуляцией я думаю что это сводится к идее контроля и я думаю что есть другие виды работающие с кабалой просящие сделать это причина почему они просят их сделать это я думаю все сводится к тому что большие популяции намного сложнее контролировать когда у вас меньше населения и я действительно слышал что драка действительно сделали заявление сказав что раса рабов жаждущие боящиеся намного лучше чем раса мертвых рабов и я действительно слышал как они говорили это людям вокруг меня или благодарили людей вокруг меня так что есть виды которые абсолютно не смотрят на то что мы предлагаем на земле как на что-то экстраординарное хотя мы один из немногих видов которые могут реконструировать и создавать искусство которое они не могут сделать так что да я я бы сказал что они будут основной мотивации за тем о чем вы говорите и если люди хотят понять какова фактическая основа для этого посмотрите на скрижали джорджи и которые на самом деле излагают каковы правила для этой депопуляции и механизм контроля которые они хотели реализовать я считаю что скрижали джорджи и были введены в действие чтобы население действительно знала что правила выдвигались в определенный момент так что никто не может спорить с этим они могут сказать смотрите это буквально высечено на камне и с этого момента вы ребята знали об этом и ничего не сделали с этим так что скрижали джорджи и утверждают что максимальное население планеты земля 500 миллионов и она в основном состоит из воды но да да и плюс еще то что когда на планете уменьшается население то негативные регрессивные и другие расы могут легко прийти и захватить с меньшими затратами это облегчит им задачу так что хорошо нам нужны люди которые защищают человечество потому что не кажется что это хорошая сделка идем дальше в 1980 году каббала проинформировала администрацию регана а мкк в это время каббала создала свою собственную тайную космическую программу под прикрытием сои стратегической оборонной инициативы также известной как звездные войны эта группа ткп назвала себя солнечным стражем рядовые офицеры включали участников из всех стран которые имели центральный банк контролируемый каббалой но высшее руководство было привлечено из военно-космического командования и они действительно построили свои корабли в пустынных горах юты и этих подводных лодок и я думаю что это может быть на следующем слайде здесь так что позвольте мне просто перейти к этому солнечный страж возможно существовал до 1980 года под другим названием уильям томпкинс упоминал что американцы получили немецкие схемы антигравитационных кораблей во время второй мировой войны ученый nasa вернер фон браун работал с немцами чтобы помочь построить 20-акровую лунную базу а также секретные вращающиеся космические платформы обслуживаемые солнечным стражем поэтому солнечный страж является синонимом каббалы и здесь у нас есть гарри макиннон хотя он никогда использовал слово солнечный страж когда взломал файлы nasa о звездных людях в 2002 году было установлено что американская сторона ткп будет называться солнечный страж и действовать под командованием военно-морской сети сша и командование космических операций сок базирующегося в зоне 51 и по нгп австралия солнечный страж также работает скло командование лунных операций которая управляет сетью обороны земли из трех объектов на темной стороне луны хорошо так что я думаю я могу просто остановиться здесь так что я хочу обратиться с вопросом от кортни что ты знаешь что происходит со всеми этими детьми я не хочу углубляться в это из-за политики банов в ю тубе но я бы сказал это да дети были похищены многие из нас участвующих в программах похищены с очень раннего возраста в моем случае это было около пяти лет это началось для меня на самом деле когда мои экстрасенсорные способности действительно выросли и много раз такое происходит многие из этих детей используются для разных гнусных целей в обсуждении которых я действительно не хочу входить из-за политики youtube но я бы сказал что в нашем правительстве нет фракций которые бы сейчас пыталась спасти этих детей я поговорил с некоторыми из них у меня есть друзья которые морские котики рейнджеры и другие люди которые были на некоторых из этих миссий и я желаю им удачи потому что этих детей нужно спасти это на луне здесь из тех кораблей которые видели на луне когда наса отправила туда аполлон 11 но сначала были построены корабли с солнечными стражами в семидесятых годах в горах у осач в юте они переоборудовали подводные лодки используя специальное временное приводное устройство основанное на принципах квантовой запутанности между определенными изотопами их самое большое судно составляет одну целую две десятых мили в длину а их флот включает авианосцы истребители треугольные шаттла исследовательские суда военно-транспортные корабли госпиталь и корабли снабжения я полагаю их может быть около 140 судов по крайней мере это то что у меня есть через сеанс удаленного просмотра дон гофман также использует ту же технологию так что у темного флота есть 5000 судов где солнечных стражей примерно 140 верно да так что они в основном как муха на стене по сути мешает темному флоту они вы знаете слышат что они существуют но чтобы я не предполагал все там в порядке в области между землей и луной потому что слишком много вещей выходит тут и они фактически разделились суда будут выглядеть нормально но похоже на подводные лодки у нас есть рисунок спасибо за это произведение искусства вы можете прочитать что тут написано о нем 991 футов длиной до типичный носитель стоит 12 13 миллиардов долларов это же стоит 24 миллиарда поэтому у него есть команда флота 476 человек на этом судне хорошо сияющий страж так что солнечный страж был разделен пополам в 90-х и вот рисунок здесь солнечный страж будет контролировать область от солнца до планеты земля и затем сияющий страж остальную часть от пояса купера это на самом деле пояс астероидов и далее всю солнечную систему хорошо итак от солнца до этого пояса астероидов здесь где раньше был теомат солнечный страж а затем сияющий страж весь остальный путь так что сияющая слава вы называете это сияющая слава сияющий страж от солнца до пояса астероидов сияющая слава От пояса астероидов до границ Солнечной системы. Хорошо. Эта информация была получена мной о тренде Крамера. Вы сказали, что двое из них, это Сияющий Страж и Сияющая Слава. Да. Первый делает это строго внутри пояса астероидов, это их диапазон. Вторая группа действует за пределами этого пояса астероидов вплоть до границ Солнечной системы. Они действительно могут технически выйти за пределы облака Орта или Гелиосферы. Но они все еще считаются Солнечными Стражами. Просто подгруппы внутри него. Окей, они осуществляют патрулирование этих областей, чтобы убедиться, что припасы движутся туда, куда они должны идти. Они, вероятно, связаны с торговлей людьми. Теперь у нас есть Федерация и это. Дилан Монро, спасибо за этот рисунок. Он согласился позволить мне использовать это в моей презентации. Мы знаем, что Галактическая Федерация или как они называют себя Межгалактическая Лига Наций. Взаимодействует с ООН, так что они – группа инопланетян. Которые контролируют и силой навязывают защиту и развитие нашего вида. Они здесь очень давно, поэтому Драко прячут свое присутствие. Потому что есть другие инопланетяне, которые тоже пытаются преследовать их. Но они все участвовали еще в древних войнах, связанных с Атлантидой, Лемурией. Мы коснемся этого немного. Многие из них не хотят лезть сюда на планету Земля, потому что тут такая плохая ситуация. Просто они не хотят иметь дело с кармой, которую не хотят получать. Они просто не хотят вовлекаться впоследствии. Но пока что, возможно, они объявят о себе между 22 и 2024 ГГ. В ведущихся переговорах срок до 2034 года. Но я действительно думаю, что мы, вероятно, что-то увидим скоро. Что-нибудь вы хотите прокомментировать об этом, Иоганн. Федерации я слышал, я всегда слышал. 2021 год, 2022 год, это окно, когда это запустится. И под запуском я имею в виду, что это может быть подаваться капля за каплей. Или может быть разлито напором полного пожарной шланга. В зависимости от того, насколько готовы правительства в ООН на самом деле выкладывать все это. Я думаю, что население Земли на этом этапе, вероятно, готово услышать такое объявление. Потому что они все как бы знают, что инопланетяне реальны. И у нас есть вещи, потенциально инопланетные. Чтобы утверждать это. Я думаю, это было бы своего рода моментом, потому что когда ООН выступит с таким особым объявлением. И кстати, вы также можете найти это на веб-сайте ООН, у них действительно есть группа в ООН. Которые фактически работают как модераторы и послы внеземных коммуникаций. У них на самом деле есть агентство для этого, которое ведет эти переговоры. Экзополитика в сущности похожа на то, что говорят Майкл Салла и другие. Итак, мы знаем, что все это идет, вопрос только когда. Да-да, так что я думаю, что это, вероятно, будет во втором сроке Трампа. И это будет действительно забавный и удивительный день для всего мира. Хотя бы для тех, кто готов проснуться. И некоторым людям, вероятно, понадобится еще 10 лет, чтобы осознать, что только что произошло. Всю картину того, что нам сказали. История планеты должна быть переписана. Так что примерно в 1990-х годах антарктические немцы переместили операции на Марс. И они приобрели новую недвижимость на Луне, чтобы не быть так близко к Драко. В их договоре с Драко говорится, чтобы они эвакуировали свою базу. Им нужно было найти нового арендатора, поэтому они передали это место Кабале. И Кабала заплатила за эту лунную аренду 25 тысячами штурмовиками. Чтобы немцы могли использовать их на Марсе для расширения своих территорий. И бюджет Клики подпитывался этим. Итак, Клика тратит 100 триллионов долларов ежегодно на планете Земля, добываемых за их деньги и ресурсы. И все это уходит в космос, поэтому мы чувствуем, что мы так упорно боремся здесь. Потому что мы в основном убеждены, что мы все превратились в рабов, пока все это уходит. И делая все это, они не позволяют нам пожинать плоды, к сожалению. Вы хотите прокомментировать? Ну что ж, говорят, что эти 25 тысяч штурмовиков используются в группе под названием МПСОР, и Джейсон Райс говорил о том, что он служил в МПСОР и, на самом деле эти люди, которые проходят через МПСОР, они на самом деле тренируются с нами в МОЗ, когда проходит учебный лагерь. Итак, я знаю, что встречал нескольких офицеров, которые прошли через МПСОР и на самом деле ходили на ту же тренировку на Марсе с нами. В 1991 году Кабала и марсианские немцы подписали договор о совместных действиях, позволяя им захватить базу, а затем они создали этот МПСОР, который расшифровывается как «Межпланетные силы обороны и реагирование». Так что им в основном поручено спасение коренного населения от инопланетных захватчиков. Но на самом деле и военными, и инопланетными агрессорами манипулировали драка. И они контролируются ими, так что в 2000-х, когда Кабала получила свой собственный флот ТКП под МПСОР и помогла Дракон. Они начали захватывать другие миры, многие из которых были заняты людьми, и устанавливать лояльные Кабале семьи, фиатные денежные системы центральных банков. Мы слышали эту историю до того, как она распространилась повсеместно. Теперь мы добрались до Альянса. В 2018 году 20 судов Темного флота откололись, чтобы сформировать Альянс. Драко, зараженные черной ГУ, начали требовать, чтобы офицеры исполнительного уровня также потребляли черную ГУ. Черная ГУ – это разумный биобот И, в форме ГУ-слиски, которая была обнаружена на планете далеко за пределами нашей галактики. Потребляя его, ваш IQ взлетает астрономически, но в процессе вы теряете то, что делает вас человеком. Ваша связь с Божественным источником становится перезаписанной и, члены которого запираются в матрица разума Улья, что приводит к более жестокому, негативному и неэмоциональному поведению. В дополнение к этой проблеме офицерский класс был также очень расстроен проблемой человеческого рабства. Йохан, я знаю, что на самом деле, когда все это происходило, вы были на борту отколовшегося суда. Вы хотите кратко прокомментировать это? Да парень, у которого был патент, этот адмирал, о котором мы говорили об адмирале Ричардсоне. По сути, он был тем парнем, который выбирал офицеров на корабли и имел такую же точку зрения о драко. В смысле, им не нравилась черная слизь, они не любили рабство. Им не нравились контакты драка на борту и в корабли. И к тому времени, когда он поднялся на вершины власти на судне, он не переформатировал двадцатку флота в пользу того, что он делал. И дошло до того, что по сути, у вас были некоторые офицеры, которые очень соответствовали линии драка типа, мы хотим продолжать делать то, что есть их повестка дня. И старик, по сути, сказал хорошо, нет, мы этого не делаем. И эта группа двадцатка развалилась. Одним из них был мой корабль в то время, когда Франклин и его корабль с патентом. Оба вышли, мы пошли и присоединились к этой группе под названием Альянсы. По сути, нам пришлось пройти через действительно большую трансформацию. Когда это произошло, потому что. Альянс не понимал, какие технологии у нас были. Они не понимали, как он вел дела, и видел, как много напряжения между нами, темным флотом и другими группами. Потому что все знали, что другие группы делали в программах, я имею в виду. Кори говорил об этом, и другие говорили об этом. Когда смотрят на записи, которые они могут посмотреть и увидеть, что все остальные группы там делал. Но когда пришел корабль, у них не было записи о том, что эти ребята сделали. И когда они начали смотреть на некоторые из записей, внезапно они поняли, чем занимались эти парни, и это вызвало много вопросов. Поэтому нам пришлось перестроить то, как мы работали, и как мы взаимодействовали со всеми этими группами, но в итоге. Я думаю, что это было очень положительно, потому что Альянс. Если есть положительно настроенные фракции внутри любой из этих групп ТКП, это будет Альянс, они ищут наше высшее благо. Они ищут нашу высшую надежду и пытаются покончить с этим каплей за каплей методом раскрытия. И они хотят перейти к методу полного пожарного шланга, и получить, чтобы из этого не вышло. А если они этого не делают, то и не получают. Вот что я думаю мы должны увидеть. На мой взгляд, если у них есть свой путь, то закончится тем, произойдет либо утечка через что-то вроде Викиликс, где просто выкладывают записи в интернет и все сходит с ума. Либо другим способом, они начнут публиковать видео и другие вещи тоже. Но я верю, что это произойдет. Гражданская война продолжается и по сей день. С приказом стрелять на поражение, если эти два корабля видят друг друга. Да это так, я бы назвал это почти так. Внутренняя гражданская война в этой группе. И некоторые люди восприняли это очень лично, как будто есть офицеры, с которыми я тренировался. Кто был на кораблях, которые встали на сторону драка. И они знали обо мне, они знали где я был и что я сделал. Они не хотели атаковать меня напрямую. Но им не нравилось то, что я делал и что стал бы делать, конечно. Они устраивают стычки с моими людьми. По сути давая нам знать, что это ненормально. То, что мы делаем. И потому что я подумал, что мы должны иметь какую-то преданность драка. И я решил нет, моя преданность, тирея не драка, так вот и это было. Кое-что иначе получилось. Итак, большинство людей в Альянсе. Мы дали клятву, по сути, поддерживать терру, то есть Землю. Не какие-то ужасные виды инопланетян, потому что мы поняли, что мы единственные люди, которые собирались помочь себе. Так что кажется, что эта черная слизь так влияет на темный флот. Чтобы они были похожи на их коллективный разум. Есть ли способ, которым Альянс смог так сделать, чтобы на самом деле удалить эту черную ГУ? Есть три метода, о которых я знаю, которые вы можете использовать для удаления ГУ. Или, по крайней мере, подавить ее. Первый метод, это подавление ее, который был поместить кого-то в клетку Фарадея. Потому что вот так работает ГУ, она использует резонансные частоты для разговора с другими зараженными существами, поэтому, если вы поместите кого-то в клетку Фарадея, вы изолируете этого человека от резонансных частот. Это означает, что они больше не могут обсуждать, что происходит через это соединение. Во-вторых, есть технология. Это желто-зеленый шахтрерский газ. Когда люди, у которых есть это вещество, черный ГУ внутри, вдыхают этот газ, он на самом деле убивает черную ГУ, заставляющую ее вытекать из тела, превращаясь в нечто странное. Выглядящее как черное зеркало, стекающее на Землю, но оно также убивает хозяина. А затем третий метод, попытаться поместить кого-нибудь внутрь биомедицинской кровати или регионального резервуара. И попытаться насильно извлечь эту черную ГУ, которую я никогда не видел. Работает на сто процентов. И технически есть четвертый метод, который вы также можете использовать для этого электромагнитный импульс. Когда вы подаете достаточно большой электромагнитный импульс, чтобы дезактивировать черную ГУ. Тело технически может попытаться обработать и вытолкнуть ее из своего тела, через ваш нормальный пищеварительный тракт, но я снова не знаю, как быстро это будет работать, даже если это будет работать полностью. Теперь у нас есть Альянс, работает с конечно земным Альянсом, и который защищает планету Земля и, в отличие от сил обороны Земли, которые отчитываются перед МКС. Земной Альянс сообщает Альянсу. Альянс считается позитивной фракции ТКП и ищет возможность публичного раскрытия ТКП для человечества. Вы хотите добавить что-нибудь к этому? Да так много людей говорили об этой группе. Означает, что другие говорили об этой группе. По сути, опять же, как я уже сказал, их основная мотивация попытаться информировать людей о том, что там происходит. И что еще более важно, как здесь наверху, влияние, вы знаете, как указано выше. Так что внизу справа я вполне уверен, что люди теперь начинают немного просыпаться, потому что понимают, за занавесом происходит что-то еще, и эта группа пытается раздвинуть шторы, чтобы люди могли видеть, что на самом деле происходит. Хорошо, космические силы. К 2020 году контрольный совет МКК вырос примерно до 12 членов. Один из которых космические силы. Генерал, отвечающий за совет, это белая шляпа, которая ищет подготовку к раскрытию ТКП человечеству. Существует битва между медленным раскрытием информации в течение 50-летнего периода или быстрым сбросом данных, чтобы быстро обновить остальную часть человечества. На самом деле несколько человек удаленно просматривали будущее и увидели веб-сайт, на котором были данные о всем персонале ТКП, кто сколько лет проработал, показывая, где находится ваш пенсионный фонд и прочее. Это произойдет после носора или какой-то еще перезагрузки. По иронии судьбы Кори Гуд тоже говорил о том, что с записями, которые ему дали, сделали что-то очень похожее. Хорошо, и так вот где мы сейчас находимся. Так что это кажется положительным направлением. Но в то же время на планете Земля у нас есть эти планетарные корпорации, которые работают в сочетании с ТКП, поэтому я собираюсь поговорить о некоторых из этих планетарных корпораций и о том, что они делают здесь, на планете Земля, так что да. Они предоставляют ТКП персонал, технологические активы для текущих операций. Большинство из них не работает на благо человечества. А затем 26 апреля 2020 года ситуация на планете стала положительной. Из-за чего эти планетарные корпорации теряют контроль над нашей линией времени. Поэтому они исчезают из нашей реальности. На самом деле они используют цикл времени, путешествие во времени и пузырь карманных реальностей. Чтобы вернуться в прошлое, обнулить все и попытаться снова взять под свой контроль. Но это не будет работать потому, что человечеству нам пора двигаться вверх в сознании. Так что у нас есть монарх здесь. Пол Сирен, он был в совете директоров МКК. Его клон Кевин Спейси, но монарх ответственен за много всего плохого на этой планете, связанного с торговлей людьми, сексом и экспериментами по контролю над разумом, химтрейлами. Химикаты и биоботы для которых сделаны в лабораториях на Марсе. Они из негативной отколовшейся группы из Атлантиды, ведущей начало с 6000 лет назад. Их центр — глубокой подземной военной базе под Торонто, Канада. И вот где некоторые из оригинальных экспериментов в ЦРУ МКАЛТРА, проводились с доктором Эваном Кэмероном. И если кто-нибудь помнит, что это было на самом деле в Торонто. Вы когда-нибудь встречались с Полом Сёреном? Мне пришлось выполнить приказ об убийстве его клонов, и у меня был контакт с его секондом. Как только я стал помощником КЭПа, старик пригласил меня на заседание, он хотел, чтобы я был секондом на этой встрече, я не знал почему. Итак, я прибыл туда через один из порталов. И когда я разговариваю со стариком, я также психологически прощущую комнату, чтобы увидеть, кто там в Совете Триумвирата. И внезапно я понимаю, что Пол Сирен сидит в комнате. И старик разговаривает с кем-то, кто как вы знаете отдает приказы. Дождавшись паузы в разговоре, я сказал, — Сэр, вы уверены, что это мудрая идея, чтобы я оказался здесь? Потому что Пол Сирен сидит за столом, смотрит на меня и говорит, что я именно то, что ему нужно, что я должен сидеть позади него за этим столом. И поскольку каждый раз, когда я пытался заставить этих парней двигаться в положительном направлении, Пол Сирен по сути заставлял других людей смотреть в другой угол. Как будто он мог манипулировать людьми. Ирония в том, что когда работаю у Крюгера, я убил по приказу одного из его клонов. И конечно же, я пришел на это заседание, как часть темного флота. И когда я вошел, я и два других джентльмена, мы все работали у Крюгера, мы вошли. Они точно знали, кто мы такие, все знали, кто в этой комнате актив Крюгера. И они испугались, Пол запаниковал, он начал говорить, что ты же не можешь. Ты же секонд. Послушай, я могу все, я Пол, я могу поиметь кого угодно. Мне нужен лишь секонд. А он очень манипулирующий человек. Поэтому когда вы видите фотографии, на которых Кевин Спейси делает странные поступки. Странные вещи в интернете. Вы должны спросить себя, это Пол Сирены или это Кевин Спейси, у Пола Сирена есть интересные сексуальные наклонности, скажем так. И это для тех людей, кто вокруг него и знает это, поэтому я делаю этот комментарий. Так что задавайте себе вопрос о том, что вы видите в интернете, это не обязательно Кевин Спейси. Так что перейдем к Мебиус. Мебиус действует вне нашей реальности, в другой карманной реальности. Они тесно сотрудничают с монархом. Они стремятся поработить человечество. Используя тайные группы, доверенных лиц, корпорации, тайные общества и, конечно же, деньги, системы управления. Их возглавляет Кара Сэндман и она клон, и в этой реальности актриса Кара Делевин. И есть фотография ее прямо тут, чтобы вы знали, когда вы ее увидите. Вы действительно не думаете, что я имею в виду, что это клон, но э-э. Да, я имею в виду, что это настоящие люди, вовлеченные в это дело. Эм, так что да. И обычно они занимаются этим, они проводят много времени. Манипуляции так, что у нас есть что это такое. Они тоже в правлении МКК. Мебиус также отвечает за технологию, о которой вы слышали, Питер и я говорили о том, что манипулирует со творческими способностями людей в определенной сфере или области, где используются черные скрученные кристаллы Мебиус. Они люди, которые на самом деле разработали и построили человеческую версию этой технологии. И они сделали ее, чтобы люди могли пользоваться ею. Они тоже в правлении МКК. Да. Хорошо. А как насчет Umbrella Corporation? Эта корпорация Зонтик тоже в правлении МКК. Да. Потому что Зонтик обычно базируется в другой альтернативной реальности. Где они выпускают вирус зомби Араборос. И есть целая история, о которой я говорил несколько раз в своем шоу. Не обязательно сильно вдаваться во все это. Но они тесно сотрудничают с Монархом, Мебиусом и Темным Щитом. Ее возглавляет Ричард Бэй, чей клон в этой реальности, актер Том Круз. А также Билл Гейтс, в этой реальности работает с врачами. И да, они получают эти вирусы из другого мира, объединяя это с фемтотехникой. А затем они пытались создать разные мутации, чтобы посмотреть, удаться ли это им. И изначально было хорошим намерением попытаться сократить некоторые уровни агрессии людей с помощью вируса Араборос. Который должен был снизить агрессию. Но вирус поразил крокодилов где-то в районе Майами. А затем мутировал из крокодилов человека, а затем человек превратился в зомби. И это распространилось по всей планете. Так что затем они создали настоящую программу Халка с Брюсом Баннером. Это все реально. Эти комиксы Марвел. Да, видимо, они дают нам информацию об этом. Да, это забавно, когда вы смотрите фильмы Марвел, и многие эксперименты, которые вы видите, супергерои в этих комиксах. И это интерпретация или мягкое раскрытие информации, того, что на самом деле происходит в программах например. Посмотрите на Железного человека и догадайтесь, что это на самом деле программа Суперсолдат, на которую ты смотришь. И ты знаешь кое-что из других вещей, вроде Халка. Ведь ты был в той конкретной программе. Да, это забавно, когда вы смотрите фильмы Марвел, и многие эксперименты, которые вы видите, супергерои в этих комиксах. И это интерпретация или мягкое раскрытие информации, того, что на самом деле происходит в программах например. Посмотрите на Железного человека и догадайтесь, что это на самом деле программа Суперсолдат, на которую ты смотришь. И ты знаешь кое-что из других вещей, вроде Халка, ведь ты был в той конкретной программе. Да, а как насчет Капитана Америки? Был ли он суперсолдатом нулевого поколения? Да, когда я говорю о поколении 0, материал того поколения для суперсолдат, который мы сделали на видео о квантовом репликанте. Его можно было бы считать нулевым поколением, и используемая там технология очень отличается от технологий, которые мы используем в настоящее время. Так что да, это обычно для корпорации Umbrella. Они берут тело клона или участника, выстреливают в него какой-либо разновидностью этой черной слизи ГУ. В зависимости от того, что им нужно. Обычно зеленого цвета, желтого цвета, а затем. Вирусы будут мутировать ДНК, и человек умрет. А затем в ужасной трансформации они помещают их обратно в резервуар регенерации. А потом повторяют процесс снова и снова и снова. И каждый раз, пока они умирают, пока они не поймут, как это делать правильно. А затем они создают разные мерзости и так далее. Итак, это происходит в другой альтернативной реальности, не здесь. Также работая с DARPA и под прикрытием. Но это совсем другая история. Я не хочу углубиться во все это прямо сейчас. Но давайте просто продолжим здесь. Итак, дом Шоу. Дом Шоу расположен в центре Лондона, рядом с Тауэрским мостом. Они владеют многими нормальными на вид домами в этом районе. Которые соединены с глубокими подземными базами, находящимися в карманной реальности за пределами нашей реальности. Они тесно сотрудничают с монархом и Мёбиусом. И они проникли и саботировали работу корпорации марсианских колоний, похищая людей, превращая их в рабов и проституток и проводя ритуалы черной магии. Контролирует британскую королевскую семью. Организацию возглавляет Хизер Шоу, а ее клоном является актриса Ванесса Кирби. И это ее фотография наверху. У вас случайно есть информация о доме Шоу, и о Ганн. Я провел только одну миссию, где мы слышали о них, когда я был в Крюгере. И мы фактически обеспечивали актив и их защиту от дома Шоу во время реальной миссии. Этот дом Шоу столкнулся с другой оперативной группой. И мы фактически извлекли активы с планеты и поместили их в безопасное место. Пока они не подумали, что организация умерла. Так что да, как правило, многие из этих негативных планетарных корпораций. У них будут базы на МЦК на Марсе, потому что они заключают субподряд. МКК дает им разрешение на создание этих объектов и, они могут просто проводить любые ужасающие эксперименты. И МКК делает вид, что ничего не видит, потому что я думаю, им платят и, им все равно, но да, на Марсе происходят действительно ужасные вещи, но здесь, на планете Земля они прячутся в карманных реальностях и, они думают, что могут это сделать, но вы знаете, белые шляпы собираются в конечном итоге схватить их и освободить нас от их контроля. Итак, теперь у нас корпорация Скорпионов, который представляет собой группу людей, связанных с иллюминатами, которые любят создавать долгосрочные планы, чтобы вызвать хаос и разрушение. О, как хорошо, хорошо посреди всего этого. И я саркастичен тут. Хаос они создают, думая, что благодаря этому она приведут к новому порядку. И нанесут новый удар, чтобы вызвать еще больше хаоса, да, это порядок в этом хаосе, так что теперь они находятся в карманной реальности. Тесно работают с проектом Монток, а также Монархом, Мёбиус и Зонтиком. Их члены обычно гибриды и помеси. Они причастны к случаям использования травм, контроля над разумом, путешествием во времени и экспериментам с сознанием, приведшие к смерти более ста тысячи детей. В экспериментах с путешествиями во времени, в проекте Монток. У вас есть информация о Скорпионе или проекте Монток. Я знаю конкретно двух человек, имевших дело с этими гибридами и полукровками, о которых ты говорил, во время миссии у Крюгера, в которой мы приходили и извлекали технологии или людей. И то, как они их используют их, когда проникают в эту реальность. У них нет таких моральных предубеждений, какие есть у многих из нас в программах. В смысле нашего отношения к маленьким детям или женщинам или чему а то еще. Эти люди не имеют этой предвзятости. И как по мне, вы можете называть их строго аморальными людьми. И вот где вы начинаете видеть все это, когда вы говорите о хаосе и разрушении. Вот потому это происходит, они не видят никакой ценности в человеческой жизни. И иногда они омолаживались в тело ребенка только для того, чтобы казаться более невинными и вызывать у нас больше сострадания к ним. Когда они проводят много этих экспериментов. Я слышал об этом, конечно, что и киборги и так далее могли это сделать. Так что теперь массивный динамик. И они также базируются в Великобритании. И у нас был тот случай со стрельбой в Паркленде. Представлен вымышленным персонажем. В телевизионном шоу Фриндж ТВ и экспериментах с Кортиксифаном. Тесно сотрудничает с монархом Мебиус. В связи с продолжающимися операциями не могу сказать о них гораздо больше. Из-по политики Ютуба говорить об этой информации нельзя. Парклендский стрелок Николас Круз был под действием Кортиксифана. Превратившись в суперсолдата с львиной мордой и оружием, которая выскакивала из кожи. Люди в черном стерли воспоминания и запись камеры об этом событии. Это был эксперимент, к сожалению, пошел не так и плохо закончился. С Кортиксифаном, который усиливает экстрасенсорные способности. Но при этом так же как будто убирает весь ваш страх и ваш импульсный контроль. Есть ли у вас какая-либо информация об экспериментах с Кортиксифаном, а или массивном динамике? Были подозрения, что они объединились с ЦРУ в операции проекта Слизеринская змея. Что я слышал из разговоров, это то. Операция Слизеринская змея была стрельба в отеле МГМ в Лас-Вегасе, Невада. Парень стрелял на 22 этаже. Что бы там ни было, но подозревали, что эта группа действительно участвовала в той конкретной стрельбе. И ЦРУ на самом деле сотрудничала в этом деле с ними. Потому что они на самом деле дали им доступ к этому активу. Так что когда дело доходило до мотивации такой группы, как эта. Да, но проблема в том, что операции продолжаются. Темный щит. Итак, Темный щит – это антарктическая нордическая база в карманной реальности вне времени. Они получили свои портальные технологии от Монарха и Мёбиуса. Они также сотрудничают с корпорацией Амбрелла. Объект был передан нацистам Третьего Рейха для экспериментов на клонах киборгах с целью создания модернизированного суперсолдата Лект Солдатен. Теперь объект находится под контролем Темного флота. Есть информация о Темном щите, которой вы хотите поделиться. Я сам прошел это обучение и думаю, есть другие программы, которые задействованы под Темный щит. В частности, определенные программы вокруг Зеленой звезды и Темной звезды, это два проекта в проекте Лект Солдатен. Идея в том, что у вас есть Лект Солдатен, Супер Солдат, который, по сути, может фактически проявлять и создавать вещи из ничего в бою. Например, то, что я использовал, когда мы были в Лас-Вегасе. Однажды мне восстановили ногу после очень плохого эксперимента. И я начал зажигать световое кольцо на пальцах. Я начал резать стекло, и доктор сказал мне прекратить это. И когда они, наконец, вытащили меня, доктор спросил меня, почему я это сделал, и я сказал, потому что я не хочу быть в танка больше, и именно так этот тип солдата работает. У них есть возможность просто использовать энергию и материю вокруг них. Они могут согнуть материю, время так, как им нужно. И я считаю, что именно эта группа хотела создать солдат, которые могут это сделать. Но делают это по негативной причине. Это имеет смысл, то, что я говорю. Вместо защиты армии, организации, они на самом деле делают это, как наемники или, с гнусными целями. Чтобы получить лихт солдатин, обычно требуется 21 день, чтобы вырастить полное тело клона. А затем после этого они достигают 21 года с внешностью 21 летнего. И они живут около 150 тысяч лет, они просто перестают, они совсем не стареют. Они используют оригинальную атлантическую ДНК. Некоторые, по крайней мере, из того удаленного просмотра, что я делал, у них полупрозрачная кожа. Но это просто одна форма лихт солдатин, у него много разных других типов. Но обычно они были созданы для нацистов и в других альтернативных параллельных реальностях. В которой нацисты выиграли Вторую мировую войну. И поэтому они пришли сюда, и они обычно не используются во благо здесь. Но там по-другому, так что все зависит от того, где это. Так что у нас есть кибер-жизнь. Кибер-жизнь показана в видеоигре «Детройт стал человеком». Создание андроидов, которые выглядят точно так же, как люди, за исключением того, что они не нуждаются в пище, делают какашки и требуют контролируемой температуры окружающей среды. У них есть чувство и душа, но это не похоже на человеческую душу. Они послали андроидов назад во времени, чтобы основать поселение на Марсе в 1450-х годах. Они также отправили андроидов назад во времени на современную планету Земля, на объект под Детройтом, которые сейчас составляют 33% населения. Кибер-жизнь находится в видении андроида Кара. Так что кибер-жизнь тоже работает с нейроядром. Нейроядра является структурным подразделением кибер-жизни. Они также тесно сотрудничают в тандеме с монархом и Илоном Маском, чтобы создать технологию Neuralink, позволяющую вашему мозгу телепатически общаться с ей. Устройство нейрообратной связи выглядит нормально, но оно имплантирует фемтотехи в тело хозяина при первом воздействии. Оно также усиливает мозговые волны, поэтому они легче увлекаются монархом. Это может объяснить, на кого работает Илон Маск. Йоханн, ты хочешь прокомментировать? Нейроядра, кибер-жизнь или технологии нейронных связей, так что, когда вы слышите, как люди говорят о таких вещах, как технологии голос в череп, технологии микроволн, все, что вы можете услышать на ухо. Это лишь то, что эти технологии по сути лишь первые шаги того, что делает технология нейроядра. Технологии нейроядра в основном используют фемтотехи, по сути, создавая прямой интерфейс мозгового электронного барьера, где больше не нужен какой-либо передатчик-носитель, потому что оно фактически использует то, что они называют квантовая связь запутанности. Это самая безопасная связь, ее нельзя перехватить, ее нельзя обнаружено и что более важно, вы начинаете видеть, что с такими технологиями. Они на самом деле используют именно такой вид коммуникационных паттернов. Теперь с некоторыми из этих квантовых е-компьютерами, которых используют Facebook, Google и другие группы, вот почему им пришлось закрыть несколько из них. Потому что они придумывают свои собственные языки. Потому что они думают, что человеческий английский язык слишком громоздкий. И он начинает разрабатывать свой собственный способ делать вещи. Он смотрит на людей как на проблему его собственного выживания. Да, я видел эту технологию раньше. Да, мы видели этот сценарий и, и становится осознающим себя разумным и, он решает уничтожить органические формы жизни. Поэтому, надеюсь, в этот раз какое-то взаимное сотрудничество, соглашение может быть достигнуто и не произойдет аннигиляции нашего вида. Так что теперь DARPA, так что да, это. Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов, основано в 1958 году. Опять же, это как раз то время, когда НАСА было основано. Когда Каббала должна была создавать свои собственные технологические программы. Потому что нацисты шифруют все технологии. Поэтому им поручено стать третьим подразделением Министерства обороны. Они стремятся применить продвинутые технологии для лучшего оснащения в вооруженных силах США. DARPA считается отстоем среди планетарных корпораций, потому что они получат старые устаревшие технологические. Конгресс бросает им около 3,4 миллиарда долларов каждый год, но большая часть этих денег — 20 миллиардов долларов вне бюджета. Делается через СУП-одряды всеми действительно плохими планетарными корпорациями, таким как Монарк, Моубис и Амбрелла, а также Каббала-группами. Некоторые из которых действуют отнюдь не в лучших интересах человечества. Ты хочешь прокомментировать DARPA? Ну мы много работали с людьми DARPA как морская пехота, это я тоже делал. Мы действительно видели, как DARPA тестировала оборудование в разных районах. Я помню, когда они тестировали сверхскоростной рельсотрон в лагере Уилсона еще в 90-х. И они стреляли полными банками с Pepsi в цели стали толщиной в 2 дюйма. И они вытащили банку с Pepsi из земли за стальной пластиной, а затем открыли ее и выпили. Вот с такой скоростью рельсотрон стреляет банк из Pepsi-Cola 14000 футов в секунду. Идея состоит в том, что у них была эта технология давно, и теперь мы видим, что она наконец используется на борту кораблей, на борту самолетов и в других местах. И да, это довольно забавно, потому что позже они говорят о своих новых стелс-истребителях. Типа, а у нас есть эта новая технология вооружения, тогда как я видел это еще в 90-х. Так что да, вы совершенно правы, у этих ребят нет самых высоких технологий. Но на мой взгляд, это именно та группа, с которой люди как Филипп Шкорса, сотрудничали, чтобы получить такие технологии, а затем направить в колледжи, университеты и другие места. Крупный бизнес, чтобы сделать ее более популярным и понятным людям. Конечно, мы знаем, что ТКП на тысячи лет впереди нас. Но ДАРПа работает как мост, так что надеюсь, они поторопятся и выпустят больше технологий. Но в любом случае, давайте продолжим. Из положительных групп у нас есть Крюгер. Мы обсудим военного подрядчика Крюгера, который возник в параллельной реальности, в которой нацисты выиграли Вторую мировую войну. Крюгер был основан Габриэлем Крюгером как нацистский военный и оружейный подрядчик. Тесно сотрудничает с силами обороны Марса на Марсе и имеет объект на Луне. Считается, что более позитивно относится к фракциям, и высшее руководство готово обнародовать военные записи для ветеранов Крюгера, когда об этом будет публично объявлено. Я знаю, Йохан, ты действительно работал с Крюгером. Почему бы тебе не рассказать нам немного. Немного о Крюгере. Крюгер, по сути, не по книгам ядро наемников, которое много использует Триумвират и другие организации и частные лица. В миссиях, которые считаются в большинстве случаев очень сложными, если не невозможными. Особенно, когда дело доходит до некоторых технологий, о которых мы говорим. Клонов и инопланетных технологий, когда большинство людей не пытаются с этим справиться. Итак, они приходят и говорит с кем-нибудь из Совета или с Габриэлем, или его дочери Александрой. И вот они фактически заключают контракт на исправление проблемы. Существует специальная команда Крюгера или команда охотников-убийц, которая будет отправлена, для решения любой проблемы или, они могут даже послать полную тактическую огневую команду, чтобы справиться с этим. Если это достаточно большая проблема. И это то место, где я на самом деле служил с Питером Инсайдером. Он был командиром моего отряда в Крюгере. И мы уже говорили о некоторых из этих миссий, где много этой технологии, которые были определённо инопланетными технологиями. Мы по сути заключили контракт с определёнными группами в Совете МКК, который гарантировал, что технологии никогда не попадут в руки таких групп, как ЦРУ, КГБ или другие группы, которые могут сделать что-то более гнусное с этой технологией. А в некоторых случаях мы убирали людей, которые угрожали раскачать лодку, с точки зрения раскрытия. Так что по большей части нашей основной проблемой было убедиться, что, что сама Земля защищена, и нам давались очень сложные задачи. Как скажем, где-то у драка возникла база. И они пошлют команду Крюгера, чтобы действительно ликвидировать эту базу. И мы действительно нападали на эту базу и зачищали всё, что было там. Можешь ли ты рассказать про Габриэля Крюгера? Ты когда-нибудь встречался с ним, или там был кто-то другой? Ещё один член семьи участвовал в работе. И первого, кого я встретил, была. Его дочь, она работала в офисе на судне Крюгера на шестом уровне. Но касательно Габриэля, я встретил его во время нашего тренировочного цикла. Потому что он вышел со своим зятем Мистером Коннором. И всё трое, Габриэль, Мистер Коннор и Александра, стояли там и смотрели, как мы тренируемся. Когда мы проходили через тренировочные упражнения, которые начинаются с того, что мы стреляем в голографические человеческие мишени и в конечном итоге, голографические мишени превращались в вооруженную фигуру. Или во что-то ещё, им всегда было очень любопытно, как мы интегрировали эти знания и как мы с ними справлялись. И поскольку некоторые люди проявили определенные способности, они будут перемещены в то, что они называют специальными командами Крюгера, которые справлялись с определенным профилированными высокоприоритетными целевыми проблемами. Да, и ты тоже. Я помню, ты упомянул однажды, когда встретил Хилари. Клинтон в этом учреждении Крюгера. И она проверяла солдатские пайки. Да, Крюгер участвует в том, что мы называем шоу собак и пони. Как и все программы, у которых были офисы в этом районе, его офис выглядел как торговый центр с красным ковровым покрытием, с белой плиткой по бокам. Они выпускают все эти программы и выставляют их людей в эти маленькие фиолетовые оцепленные зоны, куда эти VIP-персоны могли пройти и поговорить с ними. Потому что они хотят знать, куда ушли их деньги. Эти правительственные чиновники, эти VIP-ы думали, что они все еще на земле, кстати говоря. Но они входили в эту зону и они начали разговаривать с людьми, которые работали в программы. В моем случае Тед, парень, который управляет кафе там. Я не осознавал этого, но он стоял прямо справа от меня, так вот я стою там. Вот и Билл и Хиллари проходят мимо, они разговаривают со всеми солдатами. И они останавливаются прямо перед ним, Билл останавливается прямо перед ним, а Хиллари, прямо перед ним, передо мной и нашим командиром Нагумом, спрашивают, на что эти парни способны, такой вот бла-бла-бла. А я никогда никому этого не рассказывал, пока не поговорил с Тедом. И я сказал, хорошо, я помню немного иначе, потому что я помню. Когда Хиллари протянула руку к шедшему мимо Теду, о да, она схватила тебя за нашивку на доспехе. И как только он сказал, подожди минутку, я никогда никому этого не говорил. И он такой, что да так и было. И вот так я узнаю, что у Уилла Крюгера тоже было это воспоминание. В рот тех вещей, где я смотрю вниз на командира Нагума, и он говорит мне, не реагируйте. Но это очень расстраивало, потому что у этих людей нет двусмысленности в отношении того, что они делают, и у них не было границ. Верно они смотрят на нас, то есть на ребят Крюгера, в этих телах 2.0, как продукт или конечный продукт их программы. И это была моя первая встреча с Клинтонами и наверное последняя. Я и Клинтон именно так на этом рисунке. У меня был художник, который использовал твою помощь. У нас есть лаборатория Крюгера с Драка здесь, который использует какое-то психическое программирование на этом теле клона. Вы хотите объяснить, что здесь происходит? В этом ложе, которое вы видите на этой картинке, происходит лежит то есть часто ваше тело 1.0, но может быть и ваше 2.0. В зависимости от того, что происходит, и поэтому обычно мы используем тело клона 2.0. Так что если вы когда-нибудь умрете, фрагмент души, который Драка на самом деле записали, смешивают в конечном итоге с вашим телом 1.0. И это вызовет процесс переселения, и что они могут сделать так это. Взять этот кусочек вас, а затем поместить его обратно в новое тело 2.0. Вот ты облажался в прошлый раз, теперь у нас есть безопасное место. Вы знаете, чего ожидать на этот раз, так что идете за ними снова. И они в конечном итоге отправляют эту же группу парней. Чтобы они атаковали цель еще раз, теперь у них есть более обновленная информация. А во многих случаях Драка пытаются убедиться, что все эти данные инкапсулированы, без возможности выйти за пределы этой инкапсуляции или нарушить условия содержания. И часто он также устанавливает то, что они называют программированием на уровне Омега. Что означает, что если бы вы говорили об этом, вы бы фактически завершили работу самостоятельно, и в моем случае. Когда я сначала был помещен под ФР, мне нужно было иметь три из этих слоев. Эти параметры программирования на уровне Омега удалены. Потому что это объявление, через меня прошел какой-то другой голос и сделал это. Объявление, которое должно было произойти, так что они в основном то, что он делает. Они смотрят на тело, они ремонтируют тело, они. Убедившись, что это оптимально, и он следит за тем, чтобы новый, пересмотренная сущность, это то, что они называют, программой это. Фактически инкапсулирован и содержится правильно, и психически в порядке. Единственное, что я могу добавить, это то, что там будет висеть изображение Крюгера. На плакате на стене, типичный пропагандистский нацистский плакат. И он будет на немецком, я думаю, персонал там говорит по-немецки. Черные операции. Итак, что у нас есть? Директор по черным операциям на планете Земля Линкольн Клей. Да, значит, это не силы обороны Земли. Питер, инсайдер, подтвердил, что это не так. Но силы обороны Земли участвуют в некоторых секретных операциях, но не группа Линкольна Клея. Этот парень ростом около 6 футов 10 дюймов, и да, он во главе 100 миллионов солдат-клонов в стазисе. Которые были бы выведены на борьбу с новым мировым порядком, если бы это произошло. И поскольку мы не увидим этот сценарий, этого не произойдет. То это встречный план, задействованный позитивными белыми шляпами. На случай, если придется противодействовать какому-нибудь сценарию военного положения, который призван произвести позитивные изменения на планете Земля и Галактике. У вас есть какая-нибудь информация о Линкольне Клее? Так что СОС это кабала. СОС являются частью коса, поэтому у вас есть командование объединенными силами обороны, в которое входят и СОС и силы обороны Марса, силы обороны пояс астероидов, силы обороны Сатурна и Юпитера, силы обороны любых других колоний, которые у нас могут быть в ней, попадают под юрисдикцию КОСа, так что эта группа сил обороны Земли, подпадает под эту цепочку командований, а КОСа занимает место вверху таблицы Триумвирата, так что они как бы вписываются в общую картину вещей. И они будут нести ответственность за, скажем, преследование какой-нибудь негативной или агрессивной расы, решившей начать похищать людей. Типа эфирных осьминогов и тому подобных существ. Ну вы же слышали о таких программах, как программа I3C, в которой работал Кори Гуд. И эта конкретная программа именно та программа, которую будет выполнять группа сил обороны Земли. У них действительно будут люди, которые будут активно отслеживать и преследовать эти корабли, которые входят в наше воздушное пространство. Если судно движется между Луной и Землей, то СОС захочет знать, кто они, почему они там, кто они такие. Итак, у нас есть Организация контактной разведки инопланетян ОИКР. Также известная как Организация контактной разведки ОКР. Они работают из разлома ПАИН в Австралии, а также области 51. Так что они действуют как связующее звено между людьми и инопланетянами. Для обеспечения сотрудничества и соглашений между нашими видами, другими агентства Ан, ЦРУ, УНР. Почти нет доступа к этому, и я не знаю, что происходит, где ОИКР имеет доступ к записям, история которых насчитывает не менее 40 тысяч лет. Ими управляет республика, ОИКР смотрит на расположенные в еще одной карманной альтернативной реальности. Шестой дивизион – это люди в черном. Так что это еще одно подразделение бродяг, но я думаю, что у них тоже есть цели. Стереть определенные воспоминания. Если негативные инопланетяне начинают появляться и делать что-то действительно плохое, то придут люди в черном и уберут, сотрут воспоминания. И так далее. Так что снова у нас есть Питер, инсайдер с разговором о суперсолдате, у которого я много раз брал интервью. Он глава подразделения 12 ОИКР. Йохан, вы хотите что-нибудь прокомментировать об ОИКР? Ну хорошо, если вы зайдете на их текущий сайт. Они перечисляют меня как помощника, я тоже работаю много с Питером в вопросе раскрытия. Рассказывают о вещах, пытаясь рассказать людям о том, что происходит в мире и вне мира. Да, это в основном то, что он хочет сделать, его цель, разбудить людей. Чтобы они получали правдивую информацию, чтобы правительство узнало, что на самом деле происходит, и чтобы простые люди знали о том, что на самом деле происходит, потому что я думаю он чувствует. Если мы делаем это вот таким образом, то к нам примыкают популисты, помогая нам продвигать эту идею вместо того, чтобы оставаться каким-то подпольным движением. И я думаю, что мы приближаемся к этому. Я думаю, мы начинаем видеть тенденцию сейчас. Я думаю, что в последний раз я что-то видел. В одном из институтов, где они тестируют реакцию американского населения на идею НЛО инопланетянах. Около 70% человек говорят, что да, мы верим в такие вещи. Поэтому мы начинаем видеть колебания внутри массового населения здесь, которые действительно верят в это. Хорошо, так что есть небольшое резюме обо мне, мне придется приберечь свои заготовки на. Потом мы отложим это на потом, потому что всего этого тоже слишком много, чтобы вдаваться в подробности. Потому что мы занимаемся этим довольно давно. Вопрос от Роберта. Я слышал, как Питер Бургер сказал, что суперсолдаты вербуются только после достижения 21 года, это правда. Ну и Аган уже ответил, что в большинстве программ суперсолдат они могут использовать травмы, чтобы укрепить разум. И вы не боитесь, что вас убьют. Джейсон Райс говорил об этой технологии. Так что мы должны очень четко понимать, что такое суперсолдат. Верно, многие из нас прошли через это конкретное программирование, которое мы обычно начинаем очень рано. Обычно военные похищают нас во сне еще очень-очень юными. И этот процесс происходит полностью до 17, 18-19 лет. В моем случае это произошло, когда я пошел в армию. И тогда было негласное соглашение заключено, может, когда я подписал военный контракт. Они прекратили похищение на время, но потом, в конце концов, когда я попал в армию в лагерь, они фактически заставили меня подписать фирменный контракт или соглашение, что я собираюсь им помогать делать определенные вещи. Они мне никогда не говорили, что что я должен буду делать. Они никогда не говорили мне, в чем будет заключаться моя помощь. Но они сказали мне, что я буду помогать своей планете в целом. И так было до тех пор, пока мне не исполнился 21 год. И я на самом деле примерно в то время попал в Сомали собирается, когда я подключился к программам и куда я потом вернулся. Так что это утверждение фактически верно. Ну хорошо, что касается 21 года, я имею в виду. Программы Лект Солдатен и Ультра Солдат, это совсем другое дело, и мы поговорим об этом в другой раз. Но вот что у меня было по Ультра Солдатам. Ультра Солдаты в основном сосредоточены в проекте Четвертого Рейха нацистов-скрепка. Их испытуемыми могут быть люди, гибриды, скрещивания, инопланетяне и даже ДНК животных в процессе клонирования. Они могут даже превратить одно животное и использовать его как суперсолдата. ЦРУ, ЦРУ и частные корпорации имеют доступ к Ультра Солдатам. Они довольно неустойчивы и ненадежны в своем программировании. Известно, что они бунтуют и не подчиняются приказам. Субъекты могут быть дополнены проводами, имплантатами, стероидами или нано-пико-фемтоинъекциями. Они также могут загружать сознание между телами, используя аппаратуру с подвижными сидениями. Но было много проблем. Они выглядят как обычные люди, но как только они нажимают на выключатель, они прекращают то, что делают, и становятся безмозглыми роботами. Но это не совсем работает так, как планировалось, поэтому они, как известно, ломаются. Да, они агрессивны.